3 трупа Ваша частная собственность? Не частная Тогда делайте все при нас, чтобы мы видели Можете Гудимова набирать А может Козякова наберете? Я прямо сейчас Козякова наберу Можете сами яму выкопать Нет, вы не можете это сделать Мы вас принуждаем к 1700 гривен заплатить за механическую яму А вы кто? Кто вы? Вы привыкли здесь к своей квартире, а? Вы меня достали уже Я к Раковичу поеду и четко покажу Ваше отношение к журналистам А ну давайте, давайте рукой Давайте меня рукой Рукой Давайте меня рукой Я хочу даже их в кабинете Давайте выходите, обедайте в столовой, а не в кабинете у себя Я хочу узнать вашу фамилию Моя фамилия Гура Есть такой Гура, журналист Я вам... Она у меня здесь висит, для чего? И вас надо гнать отсюда сраным веником Ваши юридические моменты Потому что вы даже не знаете, что должно быть у журналиста Смотри, как они нервничают Бабки здесь деребанят, нормально, а? 1700 рублей принуждение к гробу Я вам желаю Так, чтобы у вас этих денег никогда в жизни не было Что вы делаете? Что вы делаете? Вы только что в прямом эфире пытались мне в лицо ударить камерой, а? Сотрудник полиции, вы знаете, что вы курить не можете на рабочем месте? Да еще Вы не можете курить час Не можете, не можете Если вы на меня не кричали бы, то я бы отвернулся бы И обычно, знаете, полицейские мне показывают, можно, я отворачиваю камеру, можно Но вы себя повели недостойно И все-таки с Романом Сергеевичем я буду говорить на предмет вашего увольнения Бумага все стерпит, сто процентов Доброе утро, дорогие друзья Сегодня у нас ранний эфир, но очень достаточно интересный С нами связались ритуальщики Говорят, мы неоднократное количество раз видели, как вы там ездите по моргам Оцениваете, смотрите, а не хотите приехать в город Кропивнынский и мы вам кое-что покажем Ну, у меня, знаете, как всегда вопрос, а что вы хотите мне показать? А мы вам покажем, как у нас дикие нарушения С трупами, с хранениями, с выдачей, с коммунальными предприятиями и со всем остальным Ну, знаете, меня это заинтересовало Я Петру говорю, ну что, поехали, посмотрим, покажем украинцам, как зарабатывают деньги на ритуалке Те деньги, которых мы не знали В двух словах, есть здесь начальник районного управления полиции Гудимов Мы смотрели переписку его Значит, он там дает вказивки всем своим следователям о том, что только труп посылать в 27 в 27 Ну вот, мы решили приехать в 27 в 27 Есть? Да? О, ты снимай Я готов Та-ра-ра-ра, патологическое и патологическое отделение Заходи, снимай, потому что я же буду это Если там будут попадать трупы в эфир, я буду убирать камеру Я буду убирать камеру, если будете попадать трупы в эфир Добрый день Добрый день А что он там закрывается? А что вы закрываете, если я что-то не понял? Ваше предприятие? Стоп, стопэ Стопэ Я буду снимать руки, уберите Я буду снимать там, где я хочу Коммунальное предприятие, убирайте Это ваша частная собственность? Не частная Тогда делайте все при нас, чтоб мы видели Можете Гудимова набирать А может Казякова наберете? Я прямо сейчас Казякова наберу Он прямо в эфире Чего вы нервничаете? Я не нервничаю Ну так давайте, покажите документы Сейчас покажу Какие? Ну давайте, давайте, прямо сейчас Чего вы нервничаете? Сейчас покажу Скажите, что врач приехал, Гудимову Гудимову звоните? Нет А кому? Руководство главного врача Так позвоните начальнику полиции Я сейчас пойду по всему моргу ходить Я сейчас трупы поснимаю, вы будете в шоке Добрый день, Руслан Николаевич Если вы приехали, я сейчас снимаю в морг Журналисты приехали Гура Может Казякову позвонить? Может Гудимову набрать? Ну просто позвонить Гудимову Скажите, что Гура приехал, снимает морг Давайте, давайте я поговорю с вашим директором Что там? Три трупа, уже один, один труп в морозильной камере Тут уже он, начинаются звонки, перезвонки Что же началось? Да, да, начинается Вот это вот у нас морг, да? И как, в нормальном состоянии там лежат, да? Товарищи Хладильная камера Фу, запах здесь такой Фу Сексийная зала Ну трупы запакованы Чистенько Не, ну чистенько, вопросов нет Запакованы Я вам расскажу, что здесь происходит Почему мы сюда приехали? Не потому, что трупы валяются Трупы, кстати, лежат на полочке Как вы видите, всё красиво, всё нормально Пришли мы сюда только потому, что есть информация Ту, которую мы уже проверили О том, что коммунальное предприятие Городское коммунальное предприятие Узурпировало абсолютно всё Всё, что здесь в ритуальном агентстве И теперь следователи, которые приезжают на вызовы Они знают, что она 27-27 и больше никуда Знаете, так делать нельзя Если уже есть бизнес Если уже есть ритуальные услуги То люди должны выбирать, где дешевле Где лучше, а не там, где скажет полиция И получается вот этот Гудимов Которому видели переписку Он даёт указания Своим следователям о том, чтобы Исключительно трупы направлять В коммунальное предприятие И нам стало сразу интересно Почему же так? А потом мы узнали, что всё-таки 300 гривен получает начальное управление Только с одного трупа Нам бы выдумали минимум 10 трупов в день 10-15 трупов в день Вот считайте, это неплохая дотация к зарплате Это где-то в районе 4-5 Не, подожди, сколько? Да, это в районе 4 тысяч гривен в день На секундочку посчитайте В день Это очень неплохо Нам бы выдумали, что, бачишь Вони сьогодні вивезли Тут много было трупов Але вони встигли уже зараз Вивезти трупы Тому мы чуть-чуть запизнилися, бачишь Потрібно было на 5.08 И в ранку приїхать И мы бы побачили тут картину Репина Называется приплив А так они уже, бачишь, подготовили Уже одели Все полностью В морозильной камере, бачишь? Та там запах Так работает хреново Эта морозильная камера Ладно, сейчас мы А теперь я хочу представить на секундочку Что творится в городе Киеве В этом бизнесе Если здесь 10-15 человек в день В Киеве это 100-200-300 Бывает и 500 человек в день Представляете, сколько получают Некоторые наши чиновники В погонах за то, чтобы там Заработать Там новое из администрации Поехали Сейчас мы в администрацию ходим И узнаем, кто же направляет Куда направляет И почему А кто же направляет Кого нибудь документа А мы почему Еще, кстати, нам интересно Потому что мы узнали Что часто бывает Из-за этой войны Между коммунальщиками Трупы лежат по 6-7 дней И больше И их Они гниют А люди Мы не встигли Как раз на цю подію Сьогодні Людина пролежала Нам поведомили Чому мы так летели Чому мы хотели Сьогодні засняти Але, бачите Чуть-чуть запізнились Потому что Людина пролежала Тут почти 10 дней И уже просто Розлагалась Тут такий запах Был, что Жесть Так и запах остался В морге все равно Возможно, это как раз таки И все люди Кажется, что просто Тут такими, знаете Столбками Накидывают людей Хоча Тут только Розраховано на 4 люди Ну а ты видел, как принцип Сотрудники Моргана Начинают работать Сразу звонки Ну конечно Сразу же Давайте быстренько Чтобы мы сейчас Пока журналисты приехали Сейчас мы быстренько Документики Быстренько подделываем Все сделаем Все будет хорошо Ты бачишь Вони специально Как от Витягивают чаши Мы зараз Пошли в администрацию Так страдают Об этом люди Обычные Которые нужно похоронить У них есть уже горе Это И нужно похоронить человека И должно это сделать нормально А получается Из-за этой непонятной войны Между коммунальщиками Между Частниками Всеми остальными Страдают Обычные люди Ну ладно Если бы у нас Коммунальщики Давали бы Офигенные Условия Да Вот Сопровождение Ямы Там и все остальное У нас же Коммунальщики Как работает А бы как Криво Так сбросить Вот так вот Непонятно на кого Да и все А зарабатывают Бешеные деньги Ну да Мы даже не могли подумать Что на ритуальном бизнесе Вернее Ну да В бизнесе Это и есть бизнес Это хороший бизнес Да Это намного больше Классный бизнес Слушаешь Посмотри 300 гривен Зарабатывать Только с одного Трупа Конечно Ну да Это полицейские А и другие Все А я вообще Не представляю Так Сейчас мы идем К руководителю Сейчас мы пойдем К руководителю И узнаем Как же происходит Процесс Захоронки Процесс Оформления Документов И всего Истинного Управления Лекарни Я не хочу Маску одевать Пускай полицию Гудимова вызывают Да Пускай Выкликаю Гудимов Компьютерно Службово Головно-медичное Принимать Добрый день Добрый день А есть главный Он с кем С кем-то там Или как Он там С кем-то Или как Зараз Здесь Нельзя Веду официаль Чтоб он Не убежал Боже Заходи Заходи Добрый день Янов Руслан Петрович Добрый день Добрый день Да Добрый день Добрый день Почему К нам Относится Моргер Именно Мы Не права Безрослые Оббирают Срупы Добрый день Я думаю Добрый день 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 Звездности Особенно К вам Не может Быть У вас Я не знаю Тоже Не может Быть Закон Для всех Должен Быть Одинаков И По большому счету Пожалуйста Работайте Никто В вашей Работе Тем более С моей Стороны Никогда Не препятствовал Препятствовать Это Третьи Сами Тем более Ответ Мы с вами В совсем Других Отношениях Добропорядочных Я думаю Мы должны Оставаться И эти Вопросы Абсолютно Честно говоря Даже Не должны Сами себя Противоречить Я не противоречить Но прежде всего Абсолютно Спасибо вам Абсолютно Вам не обкузает Почему Всякое такое Отношение Во-первых Я не противоречить Вы Выслушайте У нас Диалог Ну да Не монолог И не на камеру Этот монолог У нас же Действительно Диалог Для того Чтобы дойти До какого-то Консенсуса Чтоб не было Никаких Тем более По понедельнику Каких-то там Вопросов Связанных С вашей Трудовой Деятельностью Еще раз Хочу вам Поколить С моей стороны Я даю Пожалуйста Юридически Работайте Никаких вопросов Нет На рынке Своем Занимайте Своей трудовой Деятельностью В юридической Плоскости От меня Никаких Ни вопросов Ни к вам Тем более Я вас вообще Не знаю Даже можете Представиться С кем Я развалил Малис и Виктор Но это Мой надежный Меня понравилось А что вы Подприниматель Очень приятно Руслан Петрович Вы А я Ковалев Я представляю Свою дочь Которая занимается Ритуальным беденцем Все Теперь хоть приятно Поднакомиться С вами Прежде всего Я теперь будем Понимать Име Дело Еще раз Хочу вас Ориентирую Двери Мои Для вас Открыты Если будут Какие-то Вопросы Пожалуйста Заходите Сразу Ко мне И сразу Эти все Вопросы Втроем По одному Но я думаю Что сегодня Мы все Вопросы Решили Думаю Думаю В принципе Я вообще Никакой Претятости Я честно Может вам Пригласили Андрея Чтобы он Тоже Слышал Наш разговор Я Дам Рекомендации В том плане Чтобы ко всем На рынке На вашем Или на каком-то Другом Вносился О День На Соб Дела По справкам Мы тоже Можем Вам Привозить Я думаю Что в принципе Этот вопрос Можно обсуждать Да Давайте Сейчас Обсудим Это надо Я Хочел бы Пригласить Алиси Викторовна Юриста Своих Юристов Обсудить Вопросы Главный врач С Алиси Викторовной Все вопросы То есть Некоторые Предприятия Которые На этом рынке Работают И привозят Без проблем Никаких Обсудить Мы говорим Государственные Предприятия О каком Государственном Я частный Тоже Просто Вот это Для меня Единственное Сейчас Будешь Представлять Частный Бизнес Если Не ошибаюсь А привозят Вот это Городские Ритуальные Какие Городские Ну я Говорю О ритуальных Услугах Правильно Конечно Никто Они не Привозят Коммунальные Предприятия Которые Препорядкованы Круппе Моиск Коммунальные Предприятия Есть Машина Которые Можем Друзья Мои Я знаю Что В принципе Я Я как Человек Который Подчиняюсь Круппе Местой Раде И Которые Я Работаю От Местой Рады Места Круппе Местой Рады Если Это Предприятие Предприятие Предпорядкован Круппе Местой Рады Конечно Вопросов нет На данный момент Я Не готов Вам Дать Ответ По поводу Как мы Будем Работать С частными Структурами Я Сотрудничать Со всеми Предприятиями Но Юридической Плотности Я Вопрос Есть еще Вопрос На данный момент В коммунальном Предприятии Спецтранспорта Который Проивоз Тела То есть Все Что У вас Сейчас Находится Там Это Частное Предприятие Которое Вам Привозят Или Больничное Судя по всему Недолго У вас Не заключилось Смотрите Я Во-первых Владелец Ситуацией На камеру Не надо Унижать Прежде всего Административные Возможности Больничной Школы Медицинской Помощи Это Прежде всего Вы Находите Все В гостях А не У себя Дома Это Я На камеру Вам Хочу Сказать И Не Разыгрывайте Пожалуйста Здесь Цель Вы Пришли Для Того Чтобы Решить Вопрос В плане Того Чтобы Вот И Честно Говоря Решать Вопрос Надо По Человечески А не Работать На камеру Я Готов По Человечески Еще раз Хочу Вам Я Готов По Человечески Сотрудничать С каждым Но Если Будут Олеся Виктор Если Будут Вот Такие Собственно Говоря На факте И Чисто Это Будет Не По Человечески Не Культурно Но Извините У меня Тогда Будет Очень Много Вопрос Если Вы Готовы Работать Вводили Плоскость Просто Уже Грани Отношений Скажем Людских И Не Ценит Вы Первый Раз У меня В кабинете И Если Вы Были Раньше У меня В кабинете Этот Вопрос Не Решался Раньше То Конечно Про Грань Какую Там Можно Говорить Вы Первый Раз У меня В кабинете И Первый Раз На Эту Тему Вопрос В Все Вопросов Нет Я хотел Как журналист Ответить За свои Вопросы Зазать Но Уже Чисто По Больниц Это Не Касается Редак Всего Наилучшего Приятно Познакомиться Всего Доброго Ну А я Теперь С вами Познакомлюсь Меня Зовут Вран Журналист Может Слышали О таком Ситуация Следующая Мы В больнице Приезжаем И Смотрим По ситуации Как Вообще Больница Работает Я Просто Единственное Что Не успел Отметить Ни Лешкова Ни Радузского Поэтому Ладно Я им Напишу Смс Что Я делал Эфир Нас Что Интересуют Условия Пребывания Пациентов Мы Обычно Ходим По палатам С разрешения Пациентов Спрашиваем У них Можно ли Их заснять Можно ли Показать Условия Что Они Платят За что Я Как обычно Консультирую По вопросам Бесплатных Пакетов Которые Сейчас Как у вас У директора Хочу спросить Сколько Бесплатных Пакетов СНС Я буду Параллельно Задавать Если нужна помощь Будет Что-то Показать С удовольствием Покажу А возможно Узная Ваше Ну такое Действительно Отношение К медицине К пациентам Может быть Вы что-то И поможете Для того Чтобы Поднять На более Качественный Уровень Почему Потому что Для меня Скорее всего Для вас Ориентируйтесь Что Приоритет Должен быть Для органов Медицины Согласен У вас Лекарства Это помог Да Учитывать То что В больнице Скорой Медицинской Помощи То конечно Приоритет И лечение И всего Должен быть Естественно Весь такой Инфраструктурный Ресур Да В больнице У нас У нас Имеется Два Корпуса Это Главный Корпус И Будем Говорить Инсультный Центр На 50 Кур Инсультный Центр Открыт По Непосредственно Программе Нашего Местового Главы Андрея Павловича Он Открыт В 2018 Году И Откровенно Говоря Учитывать То что Как Такого Инсультного Центра В такой Мощности И В таком Инфраструктурном Составе В Областном Центре И в области Нету То фактически Все пациенты Которые Доставляются К нам Они доставляются Не только С города Они доставляются Со всех Я понял То есть фактически У нас 50-коечное Отделение Из этих 50-коек Фактически Ну это все У нас В основном Больница Хирургического Профиля Если так взять У нас 235 Это хирургический Коек И 65 У нас Коек Инсультного Центра То есть Фактически У нас Есть два Инсультных Центра Один На 50-коечных 50-коечных Один Не 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 Открыли Мы Вот Те Пакеты Которые Говорили Антон Виде Не 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 Сейчас Она На 15-й Коек Со Время Мы Хотим Расширять До 30-ти Коек То есть Фактически В штате В больнице Находится Травматологический Пункт Я вам Покажу Фактически Травматологический Пункт Скажем Так Учитывая То Что В вечернее Ночное Время Практически Отсутствуют Дежурные Врачи Травматологи По Районам Дежурные Сколько Мы Говорим По Районам То Фактически Травматологический Пункт Себе Приковывает Огромное Внимание Не Только В плане Самих Городских Жителей Ну И Жителей Всеми Областей Это Прежде всего Есть У нас В нашей Структуре Главный Корпус Это Хирургический Корпус Хирургический Корпус Это В основном На первом этаже Это у нас Травматологическое Отделение У нас Есть Три Хирургических Отделения Есть У нас Автомологическое Отделение Гинекологическое Подписанные Пакеты Естественно У нас Подписан Приоритетный Пакет Оказания Помощи Инсультным Пациентам Так называемый Инсультный Пакет Это Прежде всего Есть Два Еще Пакета Хирургических Так Сказать Это Стационарная Допомога При При оказании Оперативных Мышл И Стационарная Допомога При оказании Консервативной Помощи Хирургическим Пациентам Также Драматологический Пункт У нас Открыт Пакет Амбулаторно-палитоническое Амбулаторно-палитоническое Пакет Сразу Перед тем Как вы будете Задавать Им вопросы Буду тоже Вашей помощи Простить Учитывая Что Опять же Вы Авторитетные Люди Не только В области И По всей Украине Та ситуация Которая Сложилась С финансированием Этих Пакетов Это Катастрофа В всеми Ценных Облах Не только В области В Украине Если В 2020 У нас Приоритетный Пакет Был На Инсульт Порядка 29 Тысяч То С Апреля 2021 Года Инсульт Пакет Практически Снизился На 50 Пакет С чем Это С чем Это Меньше Станова Пациента Нет Это 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 Формула Выплат НСЗУ Они считают Посходим У них там есть Какие-то Это надо Вопросы НСЗУ Компьютерная Томография У нас Бесплатная Инсульт Сразу Уточнение Если Компьютерная Томография Бесплатна Если Подтверждается Инсульт Инсульт Подтверждается Кем И где Инсульт Подтверждается Я вам Все покажу Инсульт Подтверждается У нас На территории Есть Диагностический Центр В котором Находится Компьютерная Томограф И сразу Такие Пациенты Которые Доставляются Скорой Помощью Или Доставляются самообращение или при приемных состояниях тоже самообращение пациенты проходят у нас диагностику в диагностическом центре изначально если есть диагностика бесплатная если будет диагностирован инсульт у такого пациента потому что у нас открыт инсультный пакет, это приоритет то есть фактически такие компьютерная атомография ходит бесплатно в стоимость пакета в эти 14 тысяч ходит затратные материалы как вы знаете и самое Антон, опять же хочу ваше внимание чуть-чуть заострить и просить вашей помощи в том плане, чтобы вы со своей стороны тоже ориентировались, что 14 тысяч может быть как-то даже просили в тюни тревогу вместе с нами если нужна будет наша помощь в том плане, что заложена заработная плата 14 тысяч гривен? 14 тысяч серьезно? да какой у вас бюджет заработной платы в месяц на всю больницу? если от 5 до 7 миллионов у вас больница не опорная? с ковидом не работает? больница опорная Антон, мы не опорная больница по ковиду тут очень серьезно у нас есть чуть-чуть недопонимание и с национальной службой здоровья опять же я хочу вас ориентировать что мы хирургическая клиника ковидные пациенты с ковидной инфекцией которая лечится например в других лечебных учреждениях или в других районах но имеет острую хирургическую патологию такие пациенты прибывают к маме оперируют врачи больницы скорой медицинской помощи то есть фактически тут есть такой очень интересный диссонанс в том плане что мы не опорная больница та, которая оказывает правосуточную помощь ургентную помощь и фактически у нас очень много было случаев когда в 20-м естественно в 21-м году мы оказывали помощь с пациентом с острой хирургической патологией а сопутствующая была хирургическая инфекция а за что вас платят пациенты в больнице? перечень услуг которые вот платные я хотел, чтобы вы собственно говоря тоже это все увидели своими мы сейчас пройдем в ХАСС можно было это пожалуйста тогда я сейчас закончу этот эфир с ритуальной потому что у нас будет друзья я заканчиваю эфир пока с ритуальной потому что мы переходим в эфир в больничный а для того чтобы вам отдельно сделать больничный эфир мне нужно задавать правильные вопросы чтобы вы знали для чего я это делаю кому-то может быть не интересно я вот вижу да там о все морга нет ритуалки нет это уже не интересно разговаривать не буду и знавать не буду но потом когда вы столкнетесь с проблемой а проблемы какого характера вы не дай бог попадете в эту больницу будете мне писать и говорить караул помоги я не знаю с меня здесь требуют деньги так вот сейчас это для тех кто здесь проживает на территории Кировоградской области для того чтобы узнать с чего с кого когда и где берут деньги а самое важное вы узнаете у меня в эфире как у вас будет проходить лечение в этой больнице какими врачами на какой аппаратуре на каком матрасе вы будете лежать в случае если не дай бог пойдете в ДТП и самое важное я хочу чтобы вы знали за что вы будете платить в этой больнице чтобы у вас потом не было вопросов о том что я выплатил 30 тысяч гривен а можно мне обратно вернуть деньги вот вы сейчас посмотрите следующий эфир который будет посвящен непосредственно больнице а пока мы закончим эфир с нашими инсайдерами ну скажем уже не инсайдерами они уже не инсайдеры они уже инсайдеры не инсайдеры ну теперь скажите в двух словах как вам разобор вопрос тем человеком который скажем так направляет или распределяет трупы что вы скажете мы тут даже не знаем как правильно все это дело объяснить когда мы подходили когда без вас приходим а говорят одно когда с вами приходим говорят другой ну так он же на камеру сказал уже варианта другого не будет ну так на камеру да ну заведующий мы надеемся что диалог будет взаимный и результат должен появиться надежда есть по крайней мере ну вот собственно на этом мы пока временно закончим эфир нам еще будет интересно Крайковичу подъехать и узнать как же там коммунальный бизнес у него происходит поэтому встретимся так друзья мы вновь возвращаемся в ритуальную службу точнее в ритуальный вопрос сейчас мы вместе с ритуальщиками идем в коммунальное предприятие узнавать что почем сколько что стоит дадут ли им яму продадут ли точнее ну в общем все нюансы которые обычно сталкиваются ритуальные службы когда происходит скажем так как легкое узурпирование власти вот сейчас на ярком примере на общении с людьми мы сейчас поговорим вместе с вами вместе с ними вот ритуальная служба специализированный комбинат коммунально-побутового обслугования видите да а в смысле больше не пускают да ладно серьезно еще и закрывают ничего так ситуация в следующем сейчас там находятся люди два человека значит там закрыто потому что якобы какой-то карантин но сейчас этот карантин пока идет так это знаете фильтрация идет людей в общем мы ждем мы общаемся мы узнаем узнаем что почем ритуальные бачите вот так я переводу вот так короче все частные фирмы работают до 5 а государство работает до 2 а почему они работают до 2 так приймально-замовы самих предприятий обслуженности по договору отписки писали то у них денег нет что платить за суд просим о суд перенести або провести без денег тоже оттягиваем потом Днепропетровский суд выиграем мы тоже он он залишает Кировоградский суд без змін то есть в нашу пользу мы приходим сюда они говорят а у вас цены не утверждены хотя у нас цена за 16 риг она не отменена она действует она действует она действует это потом мы еще обратились до антимонопольного комитета за разъяснення за разъяснення антимонопольный Gotment решение антимонопольного комитета где есть все расписано. Они все функции расписали от самого начала. , как мы с нами боролись в то, что мы взверхали в КПК, думали, Антимонопольный комитет сможет нам помогать. И они вылили всю переписку. Все это есть. Скажите, что вообще по чем? Вот сколько стоит в Комунальном и сколько стоит в частном? Неужели у участников выгоднее заказывать эту услугу, чем в КПК? Я вам тут не могу точно сказать, потому что есть участники, в которых цена есть выше, а есть участники, в которых ниже цена. Ниже цена, чем в КПК? Да. А как так получается, у которых есть нижняя цена, это как? Ну, вот, посмотрите, я что-то понять не могу. Дивите, если я предприниматель, если у меня сейчас там копка-могила, 600 гривов. Потом, кстати, для затвердивания цены мы подали висполком, чтобы их затвердили. Ваши цены? Наши цены, новые цены, потому что в 2020 году... Вы себе сделали экономическое оборудование, свое... И подали. Все, никто не проголосовал. И решение осталось... решение без решения, скажем так. Сколько сейчас стоит выкопать яму? Ну, у нас, что стоит по старых ценях за 16-й год, 600 гривен. Новые, которые подали, сейчас я вам скажу, в 2020 году по их решениям, они видели, что мы выиграем суды, им надо было как-то себя оправдать. И протянули через, я считаю, через виконком решение для изменения тарифов. Они быстренько подали те фирмы, которые хотели, чтобы пройшли. Они подали, их затвердили. Мы начали подавать, и ни одного из нас не затвердили. Некому из нас. То есть, мы сейчас, потому что, я вижу, чуть-чуть, как уже скучновато стоит для наших подписчиков, мы сейчас находимся в этом коммунальном предприятии. Для чего? Для чего? Выяснили процедуру. Для чего мы сюда пришли? Сейчас я приходю сюда в реєстратуру. Так. Даю документы. Возвращайтесь к мне, люди, на похоронение. Ну, давайте, с самого начала. До вас вернулись, как до ритуальной вашей компании, там, чей-то, предприятие. Я приходил, мне нужно похоронение. Так. Я маю право взять в них документы, согласно всех документов, что у меня есть. Я беру документы, приходю сюда, для того, чтобы в них зарегистрировать яму. Это будет или самокоп, или это будет под похоронение. Я должен... Самокоп дозволяется, взагалі? Есть такая процедура? Ну, документы, если дают, да? Ну, смотрите, это отдельно, это прямая. Ну, можно? А, в самом деле, можно? Вот, например, я сейчас такой приклад приведу. Что не имеют денег, чтобы найти, чтобы кто-то им выкопал яму. Нет, сейчас нельзя. Под наглядом, там же есть на кладовочи, человек, который отвечает за нормы, который принимает яму. Смотрите, раньше такое было. Когда пришел новый начальник, как бы из предприятия выделялся, люди приходили, копали. Как сейчас, 100% я не могу сказать, хай тут вам пояснить, директор коммунального предприятия. Ну, если мы возьмем по району, люди по селу уже копают? Ну, конечно. Это не заборонено, значит, это не заборонено, правильно? Так я чему-то запишу, потому что очень много, вот, как раз, и задают запитания. Вот, например, говорю, ну, не хотят они наймать, там, платить эти деньги. Ну, не мают людей деньги. Ну, все нужно задать, это вопрос, директору предприятия. Доброе, давайте побачивайте. Это их земля. Побачивайте. Вот, вы пришли сюда, чтобы купить... Нет, зареєструвать. Зареєструвать. Доброе, что это будет подпохновение, або отдельная яма. Так. И если будет в отдельном ряде, значит, я могу або сам копать, або в них купить викопанную механическую... То есть, они их копают механически? Да, механически. Ранее было так. Приходила осень, трактор заезжал и накапал на зиму рядов, потому что потом замерз, их невозможно выкопать. Их готовили на зиму, там, я не знаю, сколько там... 200, 300, 500, это уже нужно спрашивать директора кладбища или смотрителя. Они сказали, поскольку они копались. Сейчас всего нема. Сейчас есть похорон и яму копают. Будет похорон, яму копают. Звертаюсь к ним, как ФОП. Кажу, все, у меня есть документы, все. Договор, оно на цьому висит, что я у них на стенде, что за мной заключенный договор. Говорят, а мы вам не будем оформлять. Я говорю, чему? Чему? Підстава. Підстава. Они мне дают ответ, у вас экономично не обґрунтована цена. Это директор пишет. А как директор может это сам определять? Ну, напевно, что... Ну, он уменьшаетесь подприемницей деятельности, ты бачишь? Он считает, что он может мне диктовать, какие цены мне ставят. А вы спрашивали, а какая цена вас устроит? А я не могу его спросить, потому что он на карантине и не принимает. А когда закончится карантин, чтобы до него попасть? Ну, если закончится карантин, то да. Мы сейчас попробуем. Если у нас не посетят, мы будем вызвать полицию, соответственно. Потому что, ну, не можно... Выкликал я полицию. Нет, мы по-другому сейчас посмотрим. У нас есть сейчас... Сейчас, давай продолжим. Значит, у вас я брутованная сетина дальше. Что происходит? Какие действия дальше? Меня отмоляют. Официально документом, или просто документом? Да, да, у меня есть. С посыланием, мабуть, на какие-то нормативные акты? Что у меня цены за 16-й год есть не обґрунтованные. Но они проголосованы чему-то с депутатами и приняты. В 16-м году они были приняты. Так. И они не отминены. Так. И они не обґрунтованы. Потому что после 16-го года солярка дорожала, зарплата дорожала, все дорожало. Так, не-не, веконком не принимают новые, а старые говорят, что они у меня экономически не обґрунтованы. Так у вас, наоборот, по старым ценам нижняя цена... Да, нижняя. Ну, так это, наоборот, круто. Ну. Как он может тогда посилаться на то, что вы, там, экономически не обґрунтованы? Как я понимаю, директору предприятия, чем дорожче будет у меня, тем будет лучше. Так лучше будет для кого? А для людей? Для людей, наоборот, супер. Я так понимаю, там надо просто отказано сидеть, да? Ну, я так понимаю, отказано просить, да, какой-то там. Ну, нас они сейчас не допускают. Раньше нам выставляли... Прискорировать какой-то? Нет. Раньше, когда он пришел, сказал, я буду наводить порядок, я сделаю, что все будет хорошо. Мы говорим, хорошо. А потом мы смотрим, пошло как-то все не так. Не так хорошо, как нам обещали. Начали нам выдвигать там условия. То такие, то такие начали поджимать, ущемлять, и тут не так, и тут не так. Начали машину частную запускать, бореть за ней гроши. Начался у меня тоже конфликт. Честная машина, яка забирает тела помердых и отвоза в морг. Забрала, а гроши не взяла. Мені кажут, забери гроши. Я приходил в рефературу, заберите гроши. Я говорю, а что я должен частно, если... Когда было в коммунальном предприятии машина, она отвозила тела. Люди до меня звертались за похороном. Мне сказали в коммунальном предприятии, что этим людям отвезли, они должны такую сумму денег. Я им сказал, они мне выдавали чек. И тогда я мог с людей взять гроши и передать себе. А тут частная ферма. Я говорю, что я должен за частную? Я же не знаю, как они отвезли, куди они отвезли. И без всяких документов я должен людям сказать, у вас частная ферма забрала, дайте мне гроши, я должен комусь там передать. А потом нам начали сказать, вы там трошки поднимаете цены. Мы говорим, а нас все цены влаштовывают. Людей в первую очередь влаштовывают. И чтобы вы предприятие, и вас вона влаштовывает. А как же это вас просят, чтобы вы предприятие подняли цены? А я вообще в шоке, если честно. Представляете, коммунальная ритуальная служба просит предприятия, чтобы они подняли цены. Это коммунальная цена, которая, наоборот, могла бы нижние цены ставить для народа. Это еще было в 2019 году. И потом, когда пришел Владимир Зеленский, мы сказали, ваши вимоги или ваши условия нас не влаштовывают. Мы не будем, мы будем работать по закону. На что нам ответили? Зеленский там, а я тут. А Влада тут. А я тут. Ох ты ж, круто как. И будет так, как мы скажем. И с тех пор, мы бегаем с этими документами, нас не допускают. Ну, как сказали, что я как личный враг, я кого не допустят до... Личный враг от этого директора? Да. Директора, конечно. Да. А он здесь сидит или там? Там люди выходят. Нет, он тут есть, но есть с обратной стороны. Меня не знаешь, что циковать? Поревняние официйные заработки. Вот даты заплаты. Да, 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 случайно. Звоните, если что-то не ясно. Все, не закрывайте, журналисты. Вы же не можете препятствовать. Звоните, да? Ну, потому что... А ладно. Смотрите. Видеопродаж. А где директор? Где нам пары с директором? Где он есть? Вот здесь или с ты? Нет, зачем? А где? А здесь? Вот это ты зря. Вот, бля, Петя, ну твой ли язык? Бля, все. На этом можно сказать, что нам же надо было здесь сначала. Сейчас теперь он убежит. Но он убежит. Увидишь. Петя, как обычно, сделал грубейшую ошибку. Это он предупредил директора, скажем так. Сейчас Сильченко уже предупредил, что здесь есть журналисты. Поэтому пока мы сейчас закончим вопрос с нашими инсайдерами, там уже будет все почищено, все убрано. Петя, ну сколько уже раз так было? Я уже говорю, вот, блядь, ну вот не терпешь ему. Не втерпешь. Надо идти уже. Это вот это количество ФОПов, которые заирестрированы, да? Да. А где какие, скажем так, интруденцию получают от власти? Какие ФОПы? Это практически все. То есть все получают? Все остальные могут проходить, оформлять любые номера. То есть, к примеру, Ритуал Кировоград, Феникс, Денисенко, Федиш, Никитин, дядя Калмаева, Дуброва. Вот эти адресы спил, подавляю. Ну, то есть, вот это все те, кто получает. Здесь у нас, у них, не у нас, у них, послуга кованого комплекта 1500 гривен. Такая вот штука интересная. Интересная. Здесь гробы красивые. Добрый день. Поснимаю красоту вашу в кавычках. Ну, я говорю в кавычках, потому что, знаете как, не сильно хочется оказаться здесь всем. Может быть, красивая на попороне, правда? Ну, да. 1200 гривен такой вот. 1586 гривен вот такой вот. Ну, я тебе скажу, что такие гуманные. 5900. Я просто знаю по 200, по 500 тысяч гривен гробы я видел. Так что здесь еще. Вот за 24 тысячи гривен двойной, смотрите, за 1000 долларов почти такой вот. Красивый. Ну, я жрю, красивый. Без 15-й час обед у него, да? Спасибо вам. Ну что, идем мы? Давай. Давай посмотри. Вы, смотри, как оформляют. Давай послезно, самокопник вам на завтра. Карантин. Ты что, замясть? Ну, сказали карантин. Я повторяю, карантин. Ага. Вот так вот идет оформление. Документы отдачи, все. Здесь мы порешали все. Ух ты, порешали. Решили. Ну, я ж не знаю. Сейчас мы все выясним вместе с вами, здесь вместе. Мы просто слушаем, смотрим, что делаем, как делают. Не дай бог туда попасть, да? Не дай бог, но рано или поздно там будет и Тарасов, и все остальные. И я там буду, и вы там будете, и Тарасов там будет, поэтому надо прожить жизнь так, чтобы, ну, о тебе хорошо вспоминали. Вот обо мне будет хорошо вспоминать, а о Тарасове, к примеру, плохо, понимаете? Поэтому мне очень приятно, да, когда будут по кладбищу ходить, тьфу, бля, Тарасов лежит здесь. Либо когда Гура лежит, понимаете? Две разные вещи. Все-таки приятно, когда ты будешь там находиться, а люди будут тебе хорошие вещи. Ну, Тарасов, ну, свечка я все равно поставлю за здравие. Я никак не могу дойти до этого. А что, не оформляют? Серьезно? Смотрите, какая феерическая у нас. А чему на середу, скажите, будь ласка? Ну, а если, например, нужно похоронить? Сейчас, сейчас, я не ищу. Приказ есть? Приказ, так. Теперь смотрим приказ. Где приказ? Где приказ? Я не вижу. Вон, какой-то наказ вон есть. Вот наказ. Про затверджение нормативно-правовых актов, что до реализации законов Украины про похорон и похорон на справу. Наказы, затвердить такие документы, это не то? Все, не то тоже. Это не те наказы. А где же цей наказ? Вот наказ еще один. Керуючий спонсор, так, а так. Цивильный музей, Сергеевич, это тоже не то. Вот наказ керуючим, распоряженным самокарантином. Наказы предприемцей, задавленные изменения. Не то. Так где же цей наказ? Не то. Ковид, ковид, ковид. Тоже не то. Ухование пановоцитов, вид коронавирусных воробов, внести... Вид коронавируса, мы сейчас говорим про... И вот еще один наказ. Нет, это не цей наказ. А ты тоже наказ? Это, кстати, тот наказ, что я рассказывал, что я взорвался, а еще похоронят на Харалепельском кодовищи. Я взвернусь, как хлоп, мне не было отмоги. То есть я взвернусь, как час на... А, понедельник, понедельник, среди пятница. Ну, 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 не карьше. Это же самое. А покажите, будь ласка, мне этот приказ. Мы не видим там. Так мы читали. Там нема чему на среду, а не на завтра. А то сейчас мы просто сюда ФОПа пришлем другого, который получает после двух часов, и мы же заснимем это. Это наказ. Так, наказ. Деякую мы... Офармляти договора на ресурсопроводной выключенной территории, т. 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 Наступный делок. Понеделок, среди пятниц. Ага. Ну, официальный наказ есть. Окей. Согласен. Офармляти договора замовленной. Ну, пара на то есть. Если оформлять домовое замовленное, заключаем, на какой день... То есть до этого у вас вообще не принимали документы, да? Так понимаю, у тебя приходит? Принимаю тоже точно так же. Ну, от я звернулся в прошлый сервис, я звернулся 5-го числа. Да. А сегодня у меня не только похорон, потому что мне сказали, у нас иншого часа у меня нет. Ну, вот же ж есть время, смотрите, вот понедельник, середа, пятница. Да, я звернулся в середу, они сказали, в пятницу они уже не могут. Ага. У них свободного времени нема. Ага. И только на сегодня, на понедельник. А людина... Ну, людину треба ж поховати... А людина с ознаком причина смерти, у нее нет руку. А, ну ты... И эта людина лежит в морге... Сколько часа? Час я вам скажу, с 28 часов. А сейчас он лежит? До сих пор? Да. Вот это, где мы были в морге, он там лежал, да? А еще его? Это СМЕ. СМЕ. Судовая медицинская экспертиза. И он там лежит уже сколько дней? Дивися, как пишут в справке, что он помер примерно 24-го числа. Ух, это же его. Ну, я не знаю, где он был, может, там никто до него не заходит. 24-го? Так, его привезли в СМЕ. Ну так, бывшая, казала, что там есть на Балашовке какая-то дальняя родственница, если бы на Старолепельском кладовище поховать, может, вона бы когда-то до него и зайшла туда. Я звернулся, мне сказали, я не маю, как ФОП права, мне дали відмову, как ФОП. Потім мне, как частный на лице, я сказал, випишите мне минимальный правиль. Это может любой, где нас воно, 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 воно. Ну, воно, воно. Воно, воно. Вот, если я хочу вас купить яму, воно, 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 воно. Кладовище открыто, яма есть накопана, мне тоже видновали. И вот, все, накажут, да? Да, накажут. Сейчас покажем. Короче, СЮР во всей этой ситуации в том, что коммунальное агентство распределяет и своим, и не своим. И, к примеру, их абсолютно не волнует о том, что с 24-го числа человек, труп, лежит в морге, гниет, его нужно уже давно похоронить. На сегодня 11-е число, представляете, уже скоро будет как месяц, лежит труп. И только потому, что то времени нет, то еще чего-то нет. То просто ты, ну, скажем так, не вхож в здание вот это, поэтому ты не можешь это делать. Ну, а тот, кто вхож, тот может легко это делать. То есть, это СЮР во всей ситуации в том, что как раз-таки, молодой человек, я сказал до этого, власть поменялась, да, там, а ему сказали нам насрать. Власть в Киеве, а мы здесь на местах сами все решаем. Но для этого же мы есть, скажем так, ретрансляторы между местной властью и центральной властью. И то, что мы сейчас заснимем, поговорим, расскажем, об этом узнает центральная власть. Правильно? А что юристы, адвокаты, что говорим? А что адвокаты, в кругом есть звернение, мы куды не только не звертались, до Монастильского звертались, ходили до областного начальника следствия, потом до Спорешани сюда написали, в прокуратуру кругом писали. Нуль. То есть, полиция, прокуратура бездия? Нет, открыта криминальная справа. Справа есть? Да. Справа была открыта. А есть лицо? Справа была открыта. Потом ее закрыли, эту справу. Через суд мы ее поняли. Ну, больше не готовы были принести доказы. У нас есть звернение там до Спореша. И пока ни с дей никаких нет. Полиция никаких дейниц. Когда я приходил сюда, меня отказали. Я практически, ну, раз я, наверное, до 10 лет вызывал сюда полицию. Они приезжали, я писал заяву, писал им пояснение, чтобы притянуть до ответственности начальника. Но так меня никто не вызывает и дей никаких... Ну, вы знали потерпелим в данной криминальной справе. А криминальное дело и РДР есть? Да, есть. Ну, сейчас я где-то исключаю, постараюсь. Ну, по-моему, оно у меня есть. Нет, если у вас есть просто криминальная справа, это большой плюс. Почему? Потому что можно будет в рамках криминального проведения, вы, как потерпели, сейчас, заставлять слідчого совершать определенные действия, которые он не совершает. Каким самым методом? Самым кропотаньями. В разе, если он не выполняет кропотанья ваших, нужно будет писать заяву в ДБР. Ну, вообще, я бы таких слідчиков просто-напросто недовернуваю, я бы выявляю. И все, и нехай дают замену іншого слідчого. А еще лучше, чтобы они переводили взагалі в область. Потому что, если на вашем местном уровне, и мы вот узнали, что целинаправленно один из руководителей, так можно сказать, померли, в судебках можно снимать ужас. В морг четвертый. Хуже всего, вот я сейчас смотрю, 273 человека. Знаете, друзья, вы столкнетесь с этой ситуацией, потом вы будете бегать кроул за вашу невнимательность, за то, что вы не дослушали, вы не узнали, вы не увидели. Вы будете потом платить деньги, и, честно говоря, я буду рад. Я рад в том, что вы платите деньги в больницах, я рад в том, что вы платите деньги чиновникам, что вы платите взятки, потому что ваша необознанность, ваш неинтерес к таким эфирам, которым не выламываются двери, там, не драки какие-то, не полиция, а все культурно, но мы это делаем только для того, чтобы вы знали, что происходит в стране, как нужно действовать, вам это неинтересно. О чем тогда можно говорить? Зачем мне вам рассказывать, как нужно действовать в тех или иных моментах, когда вам это неинтересно? Платите. Платите в больницах, платите в морг, платите, пускай вас нахер выгоняют без масок с больниц, с транспорта, потому что вы это заслуживаете. Каждый из вас, кому это неинтересно, который не... Знаете, мне украинцы напоминают одномоментную какую-то ситуацию. Вот момент есть, он включился, он слушает, момента нет, нет, все не интересует. Я человек, который интересуется всем, потому что прекрасно понимаю, что рано или поздно столкнусь со смертью своих родственников близких. И я вот сейчас учусь, я понимаю, что мне нужно сделать, куда мне нужно пойти, чтобы потом не было караул, потом туда, там, блядь, бабки берут, там, блядь, в морге берут, а там зато... я буду четко понимать, что есть процедура, которая стоит столько-то, либо столько-то, либо это. Я же знаю, что буквально как по расторженцу, мы только закончили эфир, и нам посыпались смс. А почему вы не зашли туда? А почему туда? А вот я сейчас лежу, плачу, ну давайте так, я долечусь, а потом вас попрошу помощи, чтобы вы мне помогли компенсировать. Я говорю, не, вот пока вы сейчас там лежите, мы сможем вам... Не, не, я сейчас не могу, зачем это, шкипиш поднимать, я не буду. Вот так вот, собственно, Украина вся и живет. И вот судя по тому, что там... Вот в морге были, было 800 человек в онлайне, а сейчас, когда рассказываем про ситуацию, как себе правильно действовать, ну да, 307. Ну, мне жалко вас, ребят, что же делать, жаль. Не поформлялась на целую часть. Я не искупаю, хотя бы на мою правду. а для кого-то. Ага. То есть, зараз вам, друг для твоих руков, мы все, я вам походу. Ладно, я зараз буду запрашивать, чему нам, а где, а где информация не плачет. Я прислал, чтобы люди могли в голову, но я плачу. Ну вот правильно, Миша, вам спасибо за то, что вы адекватно воспринимаете наши эфиры, вы учитесь на наших эфирах, вы знаете. Так, у меня после нефтяных этих масок волосы стали расти на голове, это писец. Не нужно было мне это делать, добрый день. У меня волосы растут везде, здесь, здесь. Это директор? О, так мы же будем общаться с Нинрек, с директором. Подожди, где он, подожди, директор пошел. Я ж уж не понял. Вот сюда он пошел. А добрый день, мы вас ждем, а вы мимо нас прошли, директор коммунального предприятия. Потому что я к Райковичу сейчас пойду, да давайте пообщаемся, нормально. Райкович меня знает же. Ну что? Ну вы же знаете, что я сейчас на Райковичу поговорю, я ж нажалуюсь на вас, потом будут у вас проблемы. Представник коммунального предприятия. Что-то вы мимо прошли, вам что, не сказали, что мы здесь? Власниками яких являются территориальная громада, а вы зараз уникаете от ответа, текаете где-то. Так, Райкович, вы же мне обещали расклад нормальный, а тут получается коммунальщики от меня бегают. Это сколько у вас? Выключайте полицию. Так у вас обед. Во сколько вы будете? У меня очень важные дела. Ну, да. Я вижу, да, бумаги. Так, подождите, а сколько вы будете, чтобы я знал? Мы зачекаем его на вас. Так мне не нужен юрист. У нас конкретно запытали. Так, Райкович, я еду к тебе из-за этого твоего коммунальщика. Варианта другого нет. Ну, Райкович, ну честно говоря, так не делается. Оно прекрасно знало, что мы сюда приехали поговорить, а ему сказали об этом, у него же был какой-то газ там, вода, еще там что-то. И что тут за бизнес взглядели? Ну, бизнес, мы не говорим, а просто вот так осталось и не говорим, что что? Нет, так мы пойдем к Райковича. Вы, предповедом, и так видно про Светкович. Вы готовы знамыть? А не хотите, кстати, к Райковича? Да. К мэру? Да. Ну, пойдем к Райковичу. А цели ваше майно? Что это за... Прикиньте, как уже это, уже все, уже сразу резко документы появились, и уже какие-то газы там, вода. Давайте, Михаил. Сержантин, слушай, я полно в шоте. Значит, смотри, я носила яму самокоп. Самокоп сколько стоит вообще, Михаил? Как яму самокопа, мне это стоило только под хоронение. Если под хоронение, вот это у тебя должна быть яма самокоп. Юль, ты тут работала, и ты знаешь, что такое самокоп, что такое под хоронение. Почему другие могут копать, Михаил? Почему другие? Да давайте, пожалуйста, вопрос. Ну, то есть, вместо того, чтобы продать нам яму, которую мы можем сами выкопать за 300 гривен, нам продают механизованным способом выкопаную яму за 1700 гривен. Что это за цены взяли? И что за примушивание такое? Так вы же примушуете. Примушуете, вы понимаете, что вы сейчас навязываете, так не хочут люди, чтобы ее механично копали. Если они хотят подхаранивать, пусть подхаранивают. Нет, в смысле подхаранивают. Почему вы навязываете сейчас человеку то, что она не хочет? У человека нет денег. А если люди денег нет, что делать? Что, им вообще не хоронят? Что, труп выбросить сейчас? Или как? Это вообще вся властность территориальной громады. Куда вы текаете? Шановные, мы сейчас выкликаем в полицию, что вы примушуете. Выкликаем? Выкликаем, выкликаем. полиция. Она сказала выкликаем, значит выкликаем полицию за примушивание. Тогда мы сейчас будем писать на вас заявление. как журналисты, что вы примушуете. 1700 гривен. Откуда у человека 1700 гривен? Скажите. Почему ваш директор-коммунальщик убежал от нас? Как вы думаете? У него резко появились дела. Не, вы только, так вы примушуете, не директор коммунально, а вы. Я на вас подписываю. Ну супер, ну вы же знаете, какой я. Ну так вы же знаете, какой я. Это примушивание, правильно? Ну так вы же дали эту сумму. Вам же же вказівку дали, вы скажите, что мне дали вказівку. И все, тогда вопрос будет снято. И у вас питания не будет уже, взагалі. А так вы зараз навязываете. Вы представляете, я сейчас позвоню начальнику ГУНП. Он же будет сейчас знать. Давайте мы же будем полицию вызывать. Дайте нам этот документ, который... Ну так вы только что... Ну так сейчас давайте, сейчас подпишем, нам же документ нужен. Давайте, нам же же потребен зараз документ. Давайте, давайте мы подпишем на два... И все, и освободим. Так дайте нам документ. Дайте, попросите документ. Это коммунальное підприятие в ритуальных послуг. Документы цели тримати для себя. Ну сейчас, потому что да, по факту. Тут зараз идет примушивание, что... Да. Есть сообщение, другая. Гурта Саверина Васильевна доверяет нам стеснити похорону в одну перед Васильевну. Да. Заявник он, в общем, меня. Да. На каком основании... Я сам расскажу, срещу оперативную группу и по проезду. Хорошо, сейчас мы напишем заяву все. Сейчас поработаем с полицией. Журналисты против коррупции. Так, ситуация в следующем. Сначала мы вызвали сюда полицию для того, чтобы зафиксировать так принудительного, принудительного. Здесь нет понятия такого, что, ребят, там, за 300 гривен вы можете, или там, за 600 рублей вы можете сами яму выкопать. Нет, вы не можете это сделать. Мы вас принуждаем к 1700 гривен заплатить за механическую яму. И теперь вопрос. Представляете, бабушка в селе, у которой пенсия, в которой надо выплатить газ, ей надо еду, ей надо лекарства, а тут ей еще надо и поховатое. Своего человека. И вот прикиньте, 1700 рублей, ей нужно будет заплатить только потому, что ритуальное агентство в лице ритуального директора, который здесь на Шкоде, Октавия, достаточно интересный, получше, чем у меня даже. Просто так, 1700 рублей. Я в шоке. Идем к юристам сходим. Пойдем. Так, Матюр, пообщаемся сейчас с юристами. Он же сказал, что юристы есть. Сейчас. О, здесь как в морге. Бухгалтерия. 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 Так, а где юристы? Приемная. Который убежал. А где юристы? Он говорит, юристы. Швейцар, уведпустите, зачиняйте двери. А где? Вообще, кто-то здесь есть или нет в этом ритуальном агентстве? Ну, может, не говорится. Добрый день. А юрист, да? вы рядом прошли кабинет. О, извините. Так, вот юристы у нас здесь сидят. Добрый день. А вы юристы? У меня вообще-то обеденный период. А когда у вас обед? До которого часа у вас обед? Там мы же находимся в коммунальном. Вы можете выйти там пообедать. Хорошо. Я вам говорю после часа. После часа? Да, после часа. 12.28. Хорошо. Две надо, подождите. Что вы делаете? Маску во первых одень. Так, юрист. А ну, подождите. А что это такое? Что это, блядь, меня по локтю бить? А что вы меня выталкиваете из кабинета? Да, вы только что выталкивали меня. Мы только что вызвали полицию сюда. Вызывайте полицию. А мы что, к Рыковичу пойдем? Мы что, фамилия ваша? Ваша фамилия? Ваша фамилия, еще раз говорю. Меня фамилия Гура. Ваша фамилия? Вы меня только что выгоняли из кабинета, начали закрывать двери. Ваша фамилия? Кто вы находитесь здесь? На каком основании? Смотри. Ваша фамилия? Кто вы такая здесь? Вы зараз противник. И находитесь в примещении коммунальному. Это им майно. Ваша фамилия? Шановно. Ваша фамилия, шановно. Вы захватили это здание? Вы меня только что в локоть ударили дверью. В прямом эфире. Ало, доброго дня. С Жесикой. Да, конечно, Жесикой. Доброго дня. Я хочу вызвать... Давайте. ...в улице Абутусова, 18. Якись пришли журналисты... Гура, журналист. ...тиск на меня. У меня есть у меня параллельно. Они тут рассказывают, кричат. Не понимаю, что... Хочу сказать, шановные полицейские, меня выгоняли. Били дверьми. Вы слышите, что вы кричите? Я не могу вас... Били дверью в локоть. Выгоняли. Да, да, я вас слухаю. Это же вы не так встречаете, журналисты. Угу. Это коммунальный предприятие в ритуальном службе. Да. Ну да. Теперь мы по себе здесь. Мы с журналистами принялись, а мы с людьми этот столкнулись. Моя призвища... Как призвища? Как призвища? Как призвища? Как призвища? Идите, идите в туалет. Нет, так здесь... Подождите, вон там, ваше призвище. Так назовите ваше призвище. Ваше призвище. Вы не назвали призвище свое. Так пускай скажет фамилию. Человек меня бил в локоть дверью. Мы спокойно зашли. Зачем меня выгонять было только что? А зачем выгонять спокойно? Так надо не бить дверью, а спокойно. Меня она начала выгонять дверью. Это нормально? А прямой эфир для чего я делаю? Вас смотрит 458 человек. Они тоже думали, увидели, а? Или не увидели, как меня било дверью она выгоняла. Не забыла спокойно сказать, ребят, через полчасика я открою. Все, зайдете. Я начинаю выходить, за мной начинаю дверь закрывать, выбивать мне в локоть. Мы спокойно зашли. Мы спокойно. Вы слышали? Спокойно. Я поднял голос, когда мне начали бить дверью. Да никто вас не видел. Что вы говорите? На камеру было заснято. Как фамилия этой женщины? Как фамилия? Вы можете сказать? Я хочу к Райковичу поехать и показать это все Райковичу. Так мне нужна фамилия. Человек меня бил. Мне надо знать фамилию. Кто меня... А вы не можете сказать, кто с вами в кабинете сидит? Ну, с вами кто-то в кабинете сидит? Ну, кто-то в кабинете у вас сидит же, правильно? Я вам спокойно говорю. Что случилось? Случилось? А вы кто, скажите? А вы кто? А вы кто? Кто вы? Вы привыкли здесь, в своей квартире, а? Вы меня достали уже. Я к Райковичу поеду и четко покажу ваше отношение к журналистам. Фамилия ваша. Вы меня спросили, кто вы? Ваша фамилия. Вы на нас кричите, во-первых. Так Райкович же это все увидит. Вы что, не понимаете, что ли? Кто вы? Вы можете мне сказать, что вы делаете в коммунальном помещении? Нет, вы меня не толкали. Нет, вы меня не толкали. Скажите вашу фамилию, кто вы? Не, уже все. А ну давайте, давайте рукой. Давайте меня рукой. Рукой. Давайте меня рукой. Я хочу закрыть кабинет. Давайте выходите, обедайте в столовой, а не в кабинете у себя. Давай на столовой. Значит позвоните. Давайте, давайте. Я руку хочу забрать у Петерпо. Давайте, давайте. И буду на улице ждать полицию. Давайте. Ваша фамилия. Вы меня били дверью. Ваша фамилия. Я на вас буду писать заяву. Это я на вас сейчас буду писать. Будете писать. Ваша фамилия. Вот вы считаете, что вам так можно. Я хочу узнать вашу фамилию. Моя фамилия Гура. Есть такой Гура, журналист. Я вам... Оно у меня здесь висит для чего. Вы бачите? Вы такой юрист, как я балерина, понимаете? И вас надо гнать отсюда сраным веником. Ваши юридические моменты. Потому что вы даже не знаете, что должно быть у журналиста. Вы не журналист, вы позор журналист. Отлично. Я позор? Да. А это вам говорить об этом и делать выводы или как? Вы не вам говорите обо мне, какую я юрист. Так, я же не знаю, кто вы. Я хочу закрыть кабинет. А я хочу здесь быть. Потому что у вас есть сотрудник здесь. Злочин был в чинами самый тупый. Поэтому все. Злочин. Нападение на журналиста. Самый план. Выходите. Нападение было только что на меня, юрист. Вы что? Все. Подавайте на меня. Как вам? Нет, мы сделаем по-другому. Мы сделаем так, что полиция вас затрусит все. Выходите. Давайте, я после женщины. Выходите. Это капец. Выходите. Так вы же полицию вызвали. Давайте, пожалуйста. Я хочу закрыть кабинет. Смотри, как они нервничают. Бабки здесь деребанят. Нормально, а? Вы же пришли. Это вы, злочин. Вы же пришли. 1700 рублей принуждения к гробу. Я вам желаю так, чтобы у вас этих денег никогда в жизни не было. Чтобы эти волосы не делали никогда. 1700 рублей. 1700 рублей принуждения к гробу. Принуждения купить яму. А чем? А чем? А чем мне пользоваться? Ребята, вы журналисты и ведете себя как бандиты. Позор? Мы не позор. Мы не позор. Вы даже фамилию свою не назвали. Так назовите свою фамилию. Назовите фамилию. Да что вы говорите? Будьте божьи. Не будет уподобляться нам. Это что, так нормальное здесь сообщение? Выгонять там, выбивать. Ну это нормальное общение здесь такое? Что незаконно? Люди не кушали. Люди не кушали. Человек просто осидел себе. Но обеденный перерыв. Ну, человек не кушал. Я ему не мешал. И я сказал. В прямом эфире у меня было четко обозначено о том, что я зашел. И говорю, вы юрист? Окей. Она говорит, обед. Я говорю, я выхожу тогда. Покажите, кто вы. Тогда я покажу, кто вы. Дайте я пообщаюсь с девушкой. Потому что мне не показали, кто это. Ваша фамилия? Ваша фамилия. Ваша фамилия? Ну, ваша фамилия. Скажите, я вам покажу свое удостоверение. Все, хорошо. Вы меня слышите или нет? Ваша фамилия. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы мне камеру в лицо суете? Вы только что в прямом эфире пытались мне в лицо ударить камерой. Снять ваши данные. Кто вы? Не лезьте рукой ко мне. Я журналист. Вы понимаете, что вы сейчас зарабатываете себе? Вы сейчас зарабатываете себе уголовную статью. Научитесь, научитесь вести себя корректно. Кто вы? Я не ворвался. У женщины кабинета нет. А кто вы? Я вам угрожал в прямом эфире? Он еще хватал только что меня за камеру, блядь, и пытался, блядь, выход. Нормально, блядь? А я не хочу ему показывать. Понимаешь, он еще не сказал, кто он. Ходит какой-то мужик непонятный, понимаешь? Грабовщик ходит какой-то непонятный. Ну, чудово. А что вы нервничаете? Я вас спросил, фамилию вашу, кто вы, должность ваша? Гура моя фамилия. Ваша Гура фамилия? Ты посмотри, он говорит, Гура моя фамилия. Вы же только что сказали, что Гура ваша фамилия. Зачем вы врете мне на камеру? Я Гура, вы не Гура. Или у вас той, вы это мой фамилия? Или вы врун патологический? Вы врун патологический? Так вы только что сказали на камеру, что вы Гура. Нет, вы сказали, я Гура. Вы сказали, я Гура. Ну, вы же подтвердили мне на камеру. Вам никаких, идите дальше себе. Ну, человек просто, смотрите, человек неадекватный. Его зовут Илья Борисович. Вас зовут Илья Борисович? О, видите, я уже даже знаю. А скажите мне, кто он такой, Илья Борисович? Видите, мне уже пишут, кто вы. Инженер? А инженер может хватать человека за удостоверение? Серьезно? Мы врывались, да? А вы были свитком? Вы были свитком? Вы были свитком? Подожди, он только что сказал, зашел. А до этого я ворвался. Так я к вам зашел или ворвался? Ну, это манипуляция слова. Нет, я к вам зашел или ворвался? Я просто открыли. Я постучал, Петро был рядом, Сологуб, который... У меня это прямо... Ну, у вас с ушками проблемы. Почему вы мне говорите, что у меня... Ну, потому что, возможно, вы не услышали, видите? Вы же сказали, что вы Гура. А вы же, оказывается, Илья Борисович. Я Гура, оказывается. Я Гура, представляете? Господи, я Гура, вы представляете? Вы представляете, я Гура? Как я шел? Мы же сказали, у меня есть это в прямом эфире, про то, что мы прийдем после обеда и поспілкуемся. После обеда. После обеда. Вы нам поведомили, что у вас обед? Скажите. У вас, может, написано там что... Где у вас там пишут обед? При входе написано обед. Хорошо. А обедать можно в кабинетах на рабочем месте, где документы? А на обед выходят. На обед выходят. Они кушают прямо с документами. У вас гробы внизу, а кушаете сверху. Как патологоанатомы. Скажите, как фамилия той женщины, которая выбивала мне двери? Вот это... Как ее фамилия? Вы знаете, они настолько привыкли себя вести по-хамски здесь. Вот я теперь уже начинаю верить фопнику о том, что говорит Антон. Честно говоря, добиться здесь какой-то правды нереально. Вот как они сказали, что местная власть это круче, чем центральная власть. Вот так оно и здесь и показано. Кто вы? Кто вы? Центральная власть, Зеленский, Ермак, это же говно там в Киеве. А здесь мы сами все на месте решаем. Ну вот, пожалуйста, теперь господин Зеленский, господин Ермак и все остальные могут смело увидеть, что происходит здесь, в Кировограде, когда они себя считают центральной властью. Они же власть, понимаете? А мы рабы. Если 1700 рублей вам сказали за яму, вы будете платить за эту яму. Потому что они, они власть, они система. А мы с вами рабы. Дорогие мои украинцы, может пора уже все-таки начинать, проявлять свою гражданскую позицию и требовать вот от таких выполнять свои функции. А если не выполняет, но должен быть уволен, потому что вы громада. Если вас принуждают платить 1700 гривен за яму, вы должны вот таких инженеров, таких юристов, бухгалтеров, всего остального, увольнять. Это ваше право. Ягура. Все хотят быть гурой, я смотрю, в последнее время, понимаете? Ягура. Он даже не понял, что он сказал. Он сказал просто Ягура. Блядь. Что это? Бардак, нет, здесь очень сильный бардак. Я такого бардака еще не видел. Так, а что, юристка убежала, да? Или кто она там? Она юристка, да? Пойду поищу юристку среди гробов. Ну, может быть, я ее найду в другом месте. Может, она гробы смотрит, юристка. Платье себе подбирает. Я представляю, что в Киеве творится, если здесь такое творится. Нет нигде юристки. Убежала юристка. Ладно. Вот честно, вот не могу я, когда несправедливость такая. Ну, как можно с людей брать деньги? Особенно тогда, когда горе, вот именно такие деньги. Просто я хочу. Ну, просто хочу. ДБР открыл уголовное дело по ритуальной службе, где оно? Олег, а ДБР открывал уголовное дело по факту Кировограда либо какой-то другой ритуальной службы? Я так понимаю, что везде ритуалки воруют, везде. А это жаль, ты что, таким битнес в ритуальном битнесе, что в голове не вкладываешься? Они же тут обшуки проводили. Проводили обшуки, да? Ага. А давно обшуки проводили? А подскажите, у вас есть прайс какой-то? А можно увидеть этот прайс? Який он затвердженный? Чи был ли он где-то в виконавчем комитете? Сейчас. У них взагалі погоджение, у нас есть слухання? Чи вони оговорят? А это надо у Райковича спрашивать. Я думаю, что Райкович... Хотя не знаю, ну... Я знаю, что в каждом городе. Вот нам интересно, допустим, вот мы... Понимаете, ритуалка, ритуалки рознь, и мало кто хочет об этом говорить. Морги, гробы и все остальное. Люди, как правило, там. Вот нам интересно в Крапивницком, а потом, естественно, если в вашем городе вы также столкнулись с такой проблемной ритуалкой, давайте поднимать этот вопрос на всеукраинский уровень. Ну, не может быть такого, что там центральная власть в Киеве, а я здесь власть и решаю все подряд. Хочу сегодня 1700 рублей гривен за... Делаю за яму, а завтра я влуплю вам 3000 гривен. Мне вообще плевать, там, где вы эти деньги найдете. Где хотите, там ищите. Берите кредит, там, я не знаю. Отбирайте у людей. Ну, фиг его знает. Ну, как-то так, наверное, я не знаю. А деньги они здесь зарабатывают большие. Очень большие. Мы еще поедем, возможно, с Петей, заснимем этот труп, который лежит с 24-го числа. Представляю, что там уже лежит. Там, наверное, уже ничего не лежит, там уже остаток. Потому что, зная наши судебки, то надо готовиться к тому, что мы там обрыгаемся с Петей в этой судебке. Я же не знаю. Я помню, как работают эти. В Киеве. Когда трупы валяются. Много трупов друг на друге. Они просто ходят. Трупы вскрытые, я помню, вот эти все. Кишки торчат. Бздище сумасшедшее. Они просто ходят, им вообще плевать. У них даже в комнате, где они кушают, запах невыносимый. Ну, это больные на голову люди, которые позволяют себе так работать. Ждем полицию. В гробу самое безопасное место, да. Как показывает теперь наш эфир. Это дороже, чем свадьба. Да, Владимир. Это реально дороже, чем свадьба. Я когда брата хоронил, родного, то нам это намного дешевле обошлось, потому что брат был отошником. Но все равно мы столкнулись. Скажите, у вашей посадовой инструкции, что вы зазначено, что вы маете открывать и закрывать двери? Скажите, пожалуйста. Да это приказал ей этот. Какая разница, но я хочу плачь, какую садовую инструкцию. Он доплачивает за то, что вы двери закрываете, открываете. Попили кровью, да? Нормально попили кровью нам. Вот видели, как врач, главный врач, в больнице спокойно, да, то есть понимаешь, что да, косяки, да, там есть какие-то бока. Но человек абсолютно... Это одна юридичная адреса, Архангельская, 84, да? Понимаешь, что человек не будет идти на конфликт, потому что потом вот и у него проблемы. То-то тут. Вот это взяло, убежала, зізнала, что... Где мы находимся, да? И они все зареєстрированы тут. А хорошо, все эти фопы. Включи в рамках связи. Можно я включу на гучномовец, чтобы все почули, чтобы вы сказали? Я не буду показывать номер, не буду показывать, кто. Так, повторить вот это все, что вы сказали, для того, чтобы каждый почувствовал и зрозумел. Я включаю на гучномовец. Повторить то, что вы говорили, зараз все чуют вас. В списке фопов, которые имеют право хоронить. Все, кроме Никитина, Полового и Мазового, все сидят на Архангельской, 84, а конкретно Дярдик, Алмаева, Федешова. Это как? Как такое возможно? Они что, это... Однако эта контора под кого-то зареєстрирована, что ли? Ну да, это они все сделали, все под одним... Им же же нужно смотреться, что начебто антимонопольный комитет их не дрючил. Розумеешь, нужно, что рынок... Вы только что услышали, что нам сказали. На Архангельской, 84, да? Да, да. На Архангельской, 84 практически все зареєстрированы фопники вот эти. Прикольно. И они співпрацюють, соответственно, с комунальным цимпідприятием, так? Прикольно. То есть, они работают по их условиям, можно так сказать. Ну, все, понятно. Ну да. Вот вам, в принципе, и ответ, что если вы фопник, который зареєстрированный на Архангельской, 84, вы можете после двух приезжать. А покажите фопник. Вы можете когда угодно хоронить, когда вам нравится. Они едином знания, да? Потому что вы... Вот эти фопы, которые зареєстрированы, все на Архангельской, 84. А мы можем переверить это, наверное. Чекай, переключу. Ну ты прикинь, для антимонопольного комитета какая это жесть, а? Так, смотрим. Ну, так. Так, Архангельская, 84, есть, Кривый Рег, то ритуал. Дальше, смотрим, улица Мурманск. Ну, они там не находятся. Так, улица... Они все сидят на Архангельской. Вот еще один фоп на Архангельской, видишь? Фоп Дадик, Микола Петрович. И фоп Дуброва, Архангельская тоже. Видите, смотрите, сколько уже три здесь мы увидели. Архангельская. Да, Архангельская, 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 да. Значит, в принципе подтверждает, что ритуалка здесь узурпирована. Они все узурпировали полностью. Алло. Аломаева, Архангельская. Аломаева. Это, вона, касир там, на... Хотя я бачу, вона зареєстрована на Тарковського. Вулиця Арсенія, Тарковського, будинок 76. Там нема ритуалки такой, да. Ну, вона просто як фоп зареєстрована там. Але, да, але весь прием здійснюється там. Всі знаходяться на Архангельске. Ну, зрозуміло. А сейчас мы наберем полицию. Они должны были приехать уже. Звони в полицию, где они. Почему они не приезжают? 2.40 хвилин не прийшло, зачекай. А подожди, нам это хотя бы опергрупа, которая за... Где опергрупа? 25 хвилин. А опергрупе дается 10 минут на прийти. Не, не, не. До 20 хвилин залежно. До 10 хвилин населено в Понтик. Ну, так уже ж нет. Значит, должны были приехать. До 25. А то вдруг сейчас нас гробы. Заколотят и выбросят. Ни фига себе. Давайте. РПП мало бы прислати. Вот именно Виноградов Сергей. Абсолютно нормально. У жены что выходить? Она зря сделала, что начала дверьми вот это закрывать за мной. Ударила мне в лох. Ну, так же снизу. Он еще одна женщина непонятная бегает здесь. Хочу, чтобы вы приняли сейчас у меня скаргу. Что до порушения наказу номер 357 национальной полиции Украины. Что до прибытия. Уже прошло 25 хвилин. ГРПП так и не приехал. Так, чей патруль на полиции. Место Кропе Применецький. Так, так, так. Панфиловців 18. 18. Что там находится? Ну, это ритуальное, ритуальное, комунальное предприятие ритуальных послуг. СОП. СОП. Так, точно. Мы вызвали следую оперативную группу. Відповідно, для обеспечения порядка и защиты. Спочатку приезжает до 20-ти. Поедем к Райковичу вместе с вами. Будет снова телохранитель, наверное. Будет снова блатировка нам. Ну, ничего. Уже привыкли к этому. Уже так вести себя, как здесь, не да. Я бажаю, чтобы номер мені скарги сказали, будь ласка. Номер скарги запишите. И потом диспетчером. Будемо с диспетчером, але спочатку задиктуйте мені номер скарги. 8000. 38. 87. Дякую. Можете з'єднути? Друзі, напишіть, так, щоб було в коментах. В коментарях напишіть, обязательно. Нам номер скарги. Потому, що потім ми спросим, якась була реакція о том, що поліція не приїжджає вовремя. А це зараз городське управління должно приїхати. Для начала должна була патрульна поліція приїхати. На стрілку директора появились срочні дела. Комунальне. Так, так, так. Не, щоб сказати, хлопці, давайте там, ну, у мене єсть там 10 минут на все про все, я побігав. Ні. Ні. О, чудово. Сологу Петро Федерес, журналіст, журналісти проти корупції. Ну, скаргу, в принципі, ми вже працювали, хотіли дізнатися, чому РПП ще немає, чому порушений наказ номер 357. Ну, відповідно, ми до 40 хвилин ще очікуємо на слідчо-оперативну групу. Якщо не буде, то, відповідно, будем знову скаргу писати, телефонувати, чому немає реакції. Порушується наказ, який виданий Національною поліцією України. Нараб патрульної поліції вже під'їхав до вас? Ні, не під'їхав, немає, ми нікого не бачимо. Нас, може, до вграбині залишити. Вже пів години пройшло. 150 метрів, я так розумію. А, 150 метрів. Це місцеві, скажіть, чи вони десь з області їхали? Ні-ні, патрульна поліція. А, якщо патрульна поліція, то їм до 10 хвилин дається. А чому вони пів години їздять? Ну, добре, почекай, почекай. Добре, добре, дякую. 150 метрів під'їжджають. Минути-дві десь. І повідати, що до 40 хвилин, що СОК приїхало. У разі неприбуття, я буду скаргу залишати щодо порушення наказу. Дякую вам, вся гарного дня. До побачення. До побачення. Которого має бути правила, закону. То о чому говорить об обычному інженері Борисом Йосиповичем? Или хто він там? Йосип Борисович? Ілья Борисович. Который назвав себе Ягура. Представляєте? Ему так подобається Гурой бути, наверное. Я Гура. Не, він заговорився просто. Він сказав Ягура і відразу свою фамилию сказав. Не, він не сказав фамилию. Сказав, ти не почував. Ти просто не почував, ти включився. Так у нього, наверное, в приоритете моя фамилия, а потім своя фамилия. А може, у нього двойна фамилия. Ну. Может, он захотел, Илья Борисович, взять мою фамилию. Ну, тоже неплохо, Илья Борисович. Будеш Гурой. Ну, ладно. Представляєш, прийдеш ты на работу. Сюда, в коммунальне, с паспортом, у тебя буде фамилия Гура. Женщині юристу тоже предлагаю на фамилию Гуру поменять сразу. Будете здесь все мої родственники. Все будуть с фамилией Гура. Машинний перебував, я не маю, чем ездить. Та не, вкрай. Я? Идуй? Не, не. Идет. Идуй, да? О! А вот там девушка идет. Теперь давай посмотрим, как они будут с нами общаться. А, давай. Идут патрульная полиция. А теперь внимание, я замолкаю, говорит Петя. Вот так вы бачите, зараз, закрыто. От зараз в посадовых инструкциях хочу зазначити, что непрофессионно, бути шафером, чи шафером, чи аккомпайном. Секьюрити. Так, как вы бачите, что с реєстратуры, працівная реєстратура. Мы, конечно, можем открыть, но я специально жду, когда откроет сотрудник. Ещё можно тут за нас... Полиция стоит. Полиция стоит. В открытии полиции, будь ласка. Скажите, посадовых инструкцій, у когось не поспориться ночью за кроватом? Можете открыть? А, если не наш, виклик, то нельзя. На чей виклик приехали, смотри. Уже спрашивают, если полиция на их виклик приехала, тогда запустит. Если нет, то полиция будет стоять и ждать на улице. Прикольно. О, тогда запускайте их. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Что вы звертался с Ростова? Я звертался с Ростова. Что с Ростова? Скажите, будь ласка, вы зараз закон Украины по национальной полиции не порушили? А если я спрашиваю, что вы порушили? А саму статью 40? Что вы мне? Серьезно? Да. А чому вы не поведомили о причине? Что вы слухали? Что вы слухали? Вы должны были поведомить. Вы здесь шли с включеною камеру, не поведомили мене. Вы порушили сейчас? А кто вы такие свидетели у вас? Чи есть адвокат? Полицейский или что? Мы же спілкуемся с полицией. Вы адвокат полицейский? Вы адвокат полицейский? А чему? Шановные. Написали, что вы зараз моей мамы рассказываете. Кто вы? Что вы? Вы ворвались сюда. Вы ворвались? Насильно. Насильно? Вы адвокат сейчас врете на камеру. Вы понимаете, что вы говорите? Что мы ворвались. Адвокат, я вас прошу, удалитесь, пожалуйста, от разговора с полицией. Потом мы с вами поговорим. Договорились? Вы кто? Продолжаем дальше с вами разговаривать. Я это заховариваю. Громады на Украине. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Что, стоять? Адвокат, стоять? А ну скажите, пожалуйста, стоять. Сделайте просто так, чтобы адвоката сейчас этого не было. Здесь мы с вами говорим вдвоем. Добрый. 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 Зараз закончится. Будьте, пожалуйста, куда? Дамские говорительные почты. Разумею вам чуть-чуть. Бачим. 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 Козяков тоже увидит, адвокат. Увидит. Человек сидит пришли. Так, ну все. Пока будем ждать следователей. Я до вас переходим. Скажите, у вас францейский. Я переходим до того человека. Скажите, будь ласка. Я переходим до него. Можно, пожалуйста, мне не прямо в лицо? А чому? Не прямо в лицо. Ну мне неудобно. Неудобно? Ну, якщо вам неудобно, пишите рапорт, увільняйтесь из полиции. А, я понял. Пишите, вы. Я пиши? Я не францинник. Я не францинник. Я принял обновленных, запитав, что сталося. Так вы бачите, я сейчас не виноват стоять. Хто стоять, и кто кому-то не будет. Врушила дистанцию. Мне что-то тут... Я могу дистанцию. Я стоял за нормативно правовый акт. Что? Нормативно правовый акт. А вы куда читаете, шановный полицейский? Вы что, не знаете? Ну, не читайте. Можливо, он вручается в мой особистый простой. Вы знаете какие понятия, или нет? Вы законы читали? Знаете законы, или нет? Шановный полицейский? Я хочу, чтобы вы из новой законы, шановный полицейский. Я вам еще раз скажу. Вы знаете законы? Пишите рапорт и навыкли. Вы что, вы такими выбираете полицейский, которые будут меня перевирять? Да, я громадянин Украины. И вы... Не вздумайте трогать его. Вы получаете законы. Это ответ украинского народа. И вы призывали как раз на бедность украинского народа, шановный полицейский. Вы до моего аропатчика служили, а законы не знают. Я вам еще лейтенант. А, ну. Доброе. Нехай марши лейтенанты. Стосовно выклику, мы будем общаться? Или это будет просто баланс? Я вижу, что сейчас есть какая-то неизвестная мне человек, которая сейчас стоит против... Не знаю, ничего. Нее. Мы не хотим, чтобы она стояла. Что, что, что? Ну, если бы они не должны забыли, я не понимаю. А... Стопай. Людина уехала в мой личный простир. Что-то у меня требует, что она хочет у меня. Написала. Какие у вас личные простиры? Это мой личный простир. Если вам не комфортно, вы не можете. Ну и что? Я в личном уме. И что это позволяет вам вимогать у меня что-то? Вы что, полицейский или что? Вы сейчас спілкуете с адвокатом так же. Я не хочу. Вы с адвокатом спілкуетесь. Ну, вы намагаете спровоковать нас? Нее. Я думаю, что вы сами пошли. И я не желаю. Нее. Можем мета спілкуватися с директором, який сказал почекати. Мы ждем его. Все. А потом и Краковичу едем. Он ждет так же. Все. Вы можете идти, куди вы там шли. Не вам решите, что мы хотим. Нее. 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 Если поваженная человек сделает 300 грн. за яму, тогда мы пойдем. Сейчас примушивают нас 1700 грн. заплатить за яму. Примусили. И поэтому мы вызвали группу. Нее. Ну, он адвокат. Даже адвокат. Не адвокат. Ну, людина запитала. Ну, хай людина. Ну, людина. Ну, людина. От людина запитала, я вам говорю, чому мы тут. Потому что принуждают оплату 1700 грн. Все. Все. Будь ласка, я вас очень попрошу. Если вы приехали на ваш выход, давайте поспілкуемся, но без посторонних осіб. Можем мы это сделать? Вы можете забезпечить? Нее. Злочин тут чиниться. Мы не можем идти до того, чтобы... Мы вам пояснимо, но без посторонних людей. Я не могу забезпечать посторонних людей, чи не посторонних на данной территории. Ну, Петро. Петро. В комунальном, він має право стояти. Давай так. Давай. Все, все добре. Шановні полицейские, добре. Петро, він має право стояти тут. Він все. Він має не втручатися. Не втручатися. Залив біля мене не захватит. Ну, все. Ну, він з вами. Давай так. Я стану міжди тобою. Скажіть, будь ласка, ви адвокат. От є юрист, так? От це все юрист. Як прізвище цього юриста? Ну, щоб я знав. Я їй представився, вона не захотила. Моє прізвище Гура. Ні. Ну, ви знаєте, на підставі чого... Ви можете відійти до мене на два метри. Закон. Добре. Все, не хочете спілкуватись. Добре. Ви відповсили на стосовний консріп. Або ми зараз спробуємося, по суті вашого звернення. Або якщо ви будете спорювати такий консріп, в даному випадку спорювати, давно чи була, це надалі проїжджується, що не потрібно, то ми можемо почекати вас, поки ви тут вирішите свої інкупації. Я вибачаюся. Я вибачаюся. Ви маєте бути до приїздного. Я вибачую її. Ви ж не можете запрашувати. Ви ж не можете запрашувати. Ви не знаю, розумієте, не я полікувати за футбюк. Для того, щоб викликати віні слідчо-коперативну групу, мені потрібно вв'язатися суть вашого вкратення до життя. Ваші рові слідники? Я вам зараз введомлю, що маєте прийняти заяву звідти кримінально-спеціальному вкладу. Не згідно закону України по життям, і незакону України по національному поліцію, де чітко зазначено, що кожен поліцейсний має право, зобов'язаним, приймати заяву. А звідти кримінально-спеціальному вкладу? Хто може приймати заяву про чинні кримінально-спеціальну вкладу? Слідчо-коперативну. Адвокат врет коммунального агентства о том, що я ворвався в приміщення. В прямому ефірі було мене запущено сюди добровільно. Дальше адвокат соврал о том, що я ворвався в кабінет. Кабінет був открыт. Тобто це показує, що навіть адвокати коммунального підприємства врут. Наглым образом, щоб покрыти так называемих юристів. Ну що ж, ми прийдемо обязательно і к вам. Спросим, що ж происходит? Хто ж ворвався в які кабінет і куди? Так ви тільки знали, і ви вже з порушенням вратового приємства. Я вже вам повідомлю. Ви прочитає, ви навіть не чуєте. Я вам повідомлю. Звільно, хотіться в опалу. Звільно, хотіться в опалу. Звільно, хотіться в опалу. Ух ти, я не вбачаю. Ух ти, смотри. Я не вбачаю. Ви не вбачаю. Ви не вбачаю. Ви не вбачаю. Ви не поїхати си. Якщо я не поправлю. Так ви робите. Що спробуйте. Що спробуйте? Що нам тут їдем чекати? Що не будемо чекати? Шановний. Роман Сергеевич, ваш сотрудник, каким наказом вы используете? Да, я вбачаю, шаново, не вбачаю, а нормально спілкуемся. Да, вы еще один раз. Это не ваше повноважение, вбачать или давать квалификации. Так, я звоню его начальнику ГУНП. Какие конфликты? Я вам знаю, вы втолкуете. Я поведен, что мне нужно. Жди, что вратила духа. Вы даже не повернули. Вы выполняете свои правила. Вы выполняете свои правила. Вы выполняете свои правила. Убачайте. Не вызывайте, давайте, не вызывайте. Есть 357 мих раз. А цена ли полиции Украины. Вот и вы вбачаете, блин. А давайте я вам зачитаю присягу. Вы хотите, чтобы я вам зачитал присягу и вы давал? А читай присягу, читай присягу. Вы присягу давали украинскому народу. Не забывайте. Давайте я вам зачитаю, шаново полицейские. Сейчас я открыл специальный митриар. Как законно-шкопьяный громадянин, завжди стараюсь и пытаюсь все в правом поле мотивировать и доказывать. Смотри, смотри. Складите на нас. Складите на нас. А ну давайте. Почему? Почему? Юрист. После Райковича не будете общаться. Я иду к Райковичу. Увидите. Я вам обещаю. Райкович уже увольнял людей после моего приезда. Уволят. Уволят. Я даже передаю привет Райковичу. Я не тише. Вы даже сейчас уже не знаете законов. Вы уже хотите мне административку впаять. За что? Вы юрист или кто вы? Вы юрист или кто? Вы юрист или кто? Вы юрист или кто? Скажите, кто вы? Кто вы? Кто вы? Нет. К кому? Я к вам домой пришел? Домой? Я домой? В Карамыслии. В Карамыслии. Так что вы подходите ко мне? Хам. А вам не надо здесь работать. И вы будете уволены. Я вам обещаю. Хорошо. Давайте. Давайте. Давайте рассиневать. В прямом эфире. Рассиневаем. Мы услышали. Козяков Роман Сергеевич будет доволен этим эфиром. Доволен. Серьезно говорю. Я вам обещаю. Он увидит это. Я лично ему покажу этот эфир. Особенно, когда вы кричали на моего коллегу. Вы кричали. И это было видно. Я вам сказал. Тише тон, пожалуйста. Вы представитель закона. Все, я понял. Вы не поняли. Сотрудник полиции. Ожидайте следственное правило. Ожидайте. Потому что следствия, честно говоря, ну немножко распоясались. Ребят. Ну и так не делается. Распоясались. Монастырский, наверное, тоже не знает, что здесь происходит. Да? Я думаю, что Козякову Роман Сергеевичу важно это место. Украинскому народу давало присяло. На фирме. Ага. Так что, сотрудники полиции, можете сейчас нарушить закон по просьбе непонятной особы и нам выписать штраф административки. Она попросила вас выписать. Можете это? Либо скажите ей. Ну потому что это непонятно. Юрист, который не знает законов, это ужас просто. Вы сказали вашу фамилию? Скажите вашу фамилию. Вашу фамилию. Так, шановна. Все, рот закрыли, пожалуйста. Ваша фамилия, скажите мне. Ваш... Мы не ворвались в промещение. А зачитайте 143 статью и 142 статью... Читайте. Читайте. Вы знаете статью? Статью. Зачитайте статью. Зачитайте статью. Зачитайте статью. Зачитайте. Зачитайте. Сейчас Райкович увидит, вы не знаете законов. Читайте статью. Читайте. Вам сложно? Так, а вы тоже скрываете. Я же не знаю кто вы. Вы ворвались в помещение. Вы ворвались в помещение. Я это видел. Вы ворвались на прямом эфире. А вы видели, что я уже здесь находился. А как? Забаррикадировался? Вы серьезно? Райкович. Посмотрите, как ваш адвокат врет. Вы не представляете. Я же с ним поговорю с глазу на глаз. Я это все покажу. С Райковичем. Он меня уже смотрит. Прямой эфир. Я это вообще ваша адвокатность. Вы сомневаетесь, что Воройкович смотрит мой эфир? Вы сомневаетесь? Вы можете со мной вместе поехать в психонеррегический диспансер. И мы... Вы же сомневаетесь. Вы же сомневаетесь. Вы же сомневаетесь. Громадян Украины. А чем доказать? Покажите, кто вы. А вы полицейский? Я пришел к вам домой? Я к вам домой пришел? что значит какая разница на каком основании вы требуете с меня документ на каком основании вы требуете документ юрист вам надо идти куда-то в двор и мести да вам дворы надо мести потому что такой юрист понимаете только дворы метет я вам от серьезно обещаю поговорю с ройковича до показывать и буду только сотрудникам полиции не вам кто вы так все а вы меня ударили прямом эфире до дверью дверью прямой эфир 641 человек смотрит смотрите 641 человек смотрит 641 человек который четко подтвердит о том что юрист дверью выбивал не локоть обалдеть представляет 345 часть 2 говорит о чем-то или нет адвокат 345 часть 2 о чем говорит уголовного кодекса украины ну скажите о чем говорит 345 господин рейкович я спрашиваю вашего юриста о чем чем гласит статья 345 нес 71 подожди 345 то есть вы не знаете правильно вы как адвокат вы не знаете 345 часть 2 вы серьезно вы не знаете эту статью а 171 вы знаете статью часть 1 вы ничего не знаете как вы можете работать адвокатом к сожалению он рекомендовал бы уволиться отсюда и начать по новой изучать законы украины выйти с помещения отсюда я не буду выходить это не ваше личное помещение я буду здесь ровно столько сколько я хочу вы услышали меня ничего страшного мы всегда общаемся с полиции ежедневно поверьте мы знаем вы назвали свою фамилию вы назвали свою фамилию мне вы назвали для того чтобы представиться вам вы даже сказать я там такую такой-то такой-то хочу знать кто вы представляете так а почему а вы кто что вы полномоченное лицо вы полномочен так вы полномоченное лицо либо нет вы говорите что вы полномоченному лицу можете сказать правильно представиться вы только что это сказали адвокат не тупите. Вы, адвокат, не тупите. Еще раз говорю. Вы только что сказали. А я хочу сказать, с кем я общаюсь. Представляете, смотрите, мы стали и... Отлично. А вы кто? А кто вы? Так, покажите документы, что вы представитель коммунального. Нет, давайте мы сделаем так, как по закону. Договорились? Так, юрист. Не юрист. Базарный человек. Освободите помещение. Ну, потому что базарный человек? Базарный человек? Базарный человек? Я тоже базарный человек. Я прихожу на базар и покупаю. Вы на базаре покупаете? Значит, вы базарный. Базарный человек. Который выбивает двери журналиста. Все? Вопрос закрылся? Это вопрос бесполезный. Конечно, бесполезный. Пока сок не приедет, бесполезный. Цель? С нас требовали 1700 гривен за яму. Тысячу? Так вы к нам подошли. Видите, я же стою. 1700 гривен нам только что дали документы, сказали, дешевле нет. Вот и все. Поэтому мы хотим выяснить, на таком основании 1700 рублей за яму нам нужно заплатить. Ваш терминолог сейчас. Вы кого-то сейчас хоронили? Да, мы будем хоронить. В среду. Я пришла с документами, предоставила все необходимое. Попросила. Я уникалью. Самокоп на завтра. Я представитель фобучного. Документ, что вы не заповязаны, не відрековываются. Вы это знаете, наверное, правильно? Ну, если он адвокат, то знают. Ну, слышал, но я... Да. Нет, ну, пускай, ну, пускай. На дальневосточном фазбище самокоп, который стоит порядка, вы тут все довели. Мне выписывают яму. Мехонечная хопка. 1860. Чувствуете разницу? Мы имеем право сам копать, опускать и засыпать. За вас на вот этих решений судов. А это же вы мамаете кошки. Вот, мы спокойно. Вы решение суда, вступили в законную силу. Да. Вот поэтому мы спокойно... Не-не-не, не надо. Мы сейчас следователям дадим. Не надо. Не-не-не. Мы хотим все по закону. А потом будем Крайковичу. И покажем эти документы у Райковича. Прямой эфир с разговором фьюриста. А я не хочу пока, я не знаю кто. Я даже отойду, пускай представится теперь. Ну так теперь попроси документ, я отойду. Нет, только вы можете документ показать? А я отойду. Документ. Вам же документ показали, фамилию уже вы знаете? Видите? Я не хочу. Вот видите, вы сейчас мне снова соврали. Сейчас мы крик, блин. Давайте, блин. Ага. Сейчас крик, просто сами себе делайте. Мы? Здрасте. Мы журналисты. У нас работа такая. Мы журналисты. Мы журналисты. Мы журналисты. А у журналистов тоже есть этика. Вы же не можете врать, правильно, как адвокат? А вы соврали. Вы соврали в каком формате? Ваш коллега, если вы еврейские действия, и вы порушили так же документ. Вы до меня, что начали, вимогат. Бриват, это мой особенный доступ. Вы мали это право, не запитавши меня, я ее особа, или нет? Слушайте, Райкович, что-то происходит здесь, господин Райкович. Так не должно быть. У вас должны такие быть юристы просто на высшем уровне. Этот юрист в коммунальном агентстве не знает ни законов, ни подпунктов, ни статьи. Он ничего не знает. Я так понимаю, он, наверное, в гугле вбивает данные, да, вот сидит какой-то юрист, в гугле вбивает данные. Вот так оно и происходит. Что творится с нашей страной? Мы превращаемся в какую-то банановую республику без нормального отношения. Полицейский приезжает, кричит, нервничает, говорит, что я не вбачаю. Нарушает все инструкции, которые только есть. И вы знаете, хуже всего, когда общаешься с начальниками ГУНП и других областей, вы знаете, мы уже много знаем. И каждый раз спрашиваю, скажите мне, а вы про Романа Сергеевича знаете Козякова? Вот что скажите про него? Пусть я понимал, что коллеги думают. Каждый раз мне говорят много комментариев, потому что у него личный состав это жопа полная. И я это вижу, что личный состав в Кировограде это реально жопа полная. Это люди, которые не способны, а он приходит, видели, распустило, на грудную работает. Я видел, где он включил, он включил на грудную перед тем, как заходил. Он должен был прийти и сказать, согласно статье 40, я вас попереджу о том, что здесь не все фото, видеофиксация. И что? Кривой урок номер 2. К сожалению, юристы здесь полный ноль. А теперь, прикиньте, люди. Вот люди, да? То есть мы знаем законы, а люди, которые сталкиваются с утра до вечера с одним и тем же мраком. Это идиотизм. Это просто идиотизм. По-другому не. В общем, я действительно сейчас хочу обратиться к Кировограде ГУНП. А что это за расклады у вас такие? Что это за поведенка работников полиции, оцелкового лейтенанта? Я что-то не понимаю. Он будет вырешивать, поведомлять следовательную группу, или нет. Он будет давать квалификацию, обещать, чьи есть моченщина, или кто он такой вообще. Я же сообщаю, что... Сейчас, наверное, следователи будут те же самые. Такие же, которые не будут знать законов. Я жидко поведомил, что мне потребность, и чё противового сила. А они зобовязаны, РППшники и патрульная полиция, зобовязаны. Якщо не будет принятия заявок, согласно закону Украины, про звернение громадян... Кейт, у меня тебя пришло, следователи приехали. Я тебя прошу, давай только вот без кипиша на них, пускай они уже оформят. У меня садится телефон, нам надо оформить. Пускай оформят, и дальше мы это. Ты сейчас начнешь и их гонять по законам, это будет очень здорово. Не буду гонять ничего. Всё, спокойно. Пускай, не знаю, дизнавач следует, пускай принимает решение сами. Как-нибудь принимать заявку. Потому что я уже и голодный не видел. Вот именно, и я говорю. Смотри, оно что, здоровается, либо нет? Оно? Ну, со следователями здоровается. Пальчик, я дивлюсь на себя, а не дивлюсь на камеру. Сейчас они расскажут про нас, какие сволочи здесь сидят. Ворвались в помещение, забаррикадировались. Взяли, как адвокат сказал, что мы ворвались в помещение и взяли в заложники. В заложники. То есть, это какую он нам статью инкриминировал? Чего я же, блин, сделал такие юристики. Не, ну давай, он же ж... Тероризм, да? Взяли, мы тут, я не знаю. У вас, по сути, захватили в заложники, представляете? Ого, я душу. Ну и захватили сотрудника ритуальной службы тоже в заложники. О, что вы не делали? Клиентов разогнали. Застей продажу в инфил. Ну ничего. А я сейчас не понимаю. Можно было все по-нормальному сделать, абсолютно все. Но они же не знают, где мы есть, понимаешь? Они же могли бы запитать, мабуть. Ну пускай поговорят там. Там же тоже будут заявки написаны, правильно? Да я зверьте знаю. Ну вот. Ну, взяли заявок, так как... Ну, если не петит, то сейчас скаргутся, бабах. Ну еще одно. Сколько там, 40 минут пришло? Ні. Ты можешь набрать полицию и сказать, полицейские приехали, общаются на улице, к нам не заходят. Маши лейтенанты, я ничный майор. Ну да. О, у них там что? Мусора ручные, дрессированные? Не знаю, Ксения. Мабуть, мабуть. Это нужно керевника УНП запитать. Ну, керевник УНП скажет, разберемся, пересмотрю, проведем проверку. То, внаслідок проверки, проведена службовая проверка, и мы не вбачаем на якийсь там... Так, как мне с ДБР-у подписывают. Я же уже знаю, какая будет подписка. То есть, никогда никто не вбачает, если ты не ступил на хвост начальника. Потому что у нас нет времени заниматься этим вопросом, реально. Я бы хотел наказать, хотя бы... О, ну что, давай встанем. Жорко вынуждаться. Давай поприветствуем полицейских. Чтобы меня не только изменили, а вы пока переключите. Все, на следующий. Добрый день. Добрый день. Я могу чуть попозже с вами созвониться, потому что мы сейчас в прямом эфире и выясняем полицейский вопрос. Чуть попозже. Добрый. Давайте вот мы сейчас выясним свои вопросы, кто наберите. Да. Добрый. 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 Вот даже я выхожу для того, чтобы не было вопросов. Вы следовали ко мне, а юрист не знает законов, поэтому она стоит дальше. Вот я вам показываю. Вышел сотрудник полиции. Вы знаете, что вы курить не можете на рабочем месте? Да. Вы не можете курить. Сейчас. Не можете, не можете. Если бы на меня не кричали, то я бы отвернулся бы. И обычно, знаете, полицейские мне показывают, можно, я отворачиваю камеру, можно. Но вы себя повели недостойно. И все-таки с Романом Сергеевичем я буду говорить на предмет вашего увольнения. Вы кричали на моего коллегу. Так не делается. Мы помогаем начальникам ГУНП в Украине делать так, что к полиции идет доверие. Вашими действиями было сделано так, что к полиции доверять в Карпивницком никто не будет. Я вам говорю серьезно. В данном случае вы бы хотели, извинились бы и сказали, вы знаете, возможно, если я повысил голос, я извиняюсь перед вашим сотрудником и перед вами как журналистом. Вы себя ведете неподобающе. Да, я вам говорю, я вам даю возможность. Если хотите, можете сказать. То есть вы отказываетесь извиняться за свое недостойное поведение. Правильно? Вы отказываетесь, скажите мне. Вы отказываетесь. Я вам вопрос задал. Вы отказываетесь от того, что вы накричали на журналистов в прямом эфире и сейчас могли бы просто спокойно извиниться. Журналист себя вел корректно, юридически корректно. В том-то и дело, да. Если вы считаете, что они... То есть вы отказываетесь, правильно? То есть я могу спокойно ехать к Роману Сергеевичу, показывать видео и показывать то, что вы себя вели неподобающе. Вы кричали на журналистов. Вы кричали на журналистов. Это сейчас не звернение. Это будет не звернение, будет заява. И будет скарга. Бумага все стерпит. Сто процентов. Я знаю. Роман Сергеевич, 013-13-45. Все. А теперь вы видите, что будет дальше. Итак, продолжаем тему разговора. Ну, наверное, сотрудник полиции думает, что ничего ему не будет, и он себе будет дальше позволять в таком формате общаться и с журналистами, и с людьми, которые находятся на территории коммунального предприятия, и все остальное. Заметьте, я специально вышел, чтобы показать юристу так называемому о том, что юрист, я вышел. Сотрудник, журналист просит, чтобы убеспечить мисс излочины написать заяву, чтобы никто об этом не знал. Но она стоит дальше и все снимает. Хотя камера наверху есть, и камера все фиксирует, и звук, и видео. И мы с вами потом посмотрим, когда напишем заяву, затребуем видео, которое вот там, вот сверху, я вам сейчас покажу. Видеокамера есть, где будет четко все обозначено, как кричал сотрудник полиции, как он повышал голос на Петра, как на меня кричала юристка непонятная, или кто она там, юристка, не юристка. В общем, все будет расписано четко, по правилам, и как есть. Вот смотрите, видите, камера есть, со звуком, с видео, и всем есть. Чего есть у вас автоматизация? Ну давайте, вы подождите. Взагалі хочу наголосить, что дизнаватель, слідчий, есть независимая, процессуальная, человек, особа, полицейский, который принимает самостоятельно решение, не смотрит на оперативник, а принимает самостоятельно решение. вы имеете право давать только указки, что до каких-то певных действий, может так же. Вы же есть старшая особа, так? Так. Значит, вы принимаете самостоятельную решение, так? Так. Вы не посмихайтесь, я вас нормально сейчас запретен, думаю, что вы не знаете. Бачу, что вы не знаете. Ну, как вам нужно делать? Если вы не знаете, что если вы у нас встретились в РДР, то вы будете делать в РДР, написать на даялок в ТВР. Правда? Если выясняется, сейчас попередная квалификация будет в том, что... Я могу, что это належно проверить все, в данной ситуации, так как вы не понимаете. Я вас попереду. Сейчас, вы видите, я могу уже готовить, что вам поведомить. Сейчас, вы видите, в патроне, после дема, я могу вам поведомить. Кромкий змиск, что сейчас, что сейчас, здесь был членный злочин, то самое, действительно было вимагание денег от этой женщины. Вот этой женщины. Видите, там позади вас. Есть все подтверждения, есть документы, есть видеофиксация в ремонтах. Но, что они... Скажите, пожалуйста, дайте мне прайс. Нам потребен прайс. ...документом, каким зазначено, что самым нужно навязывать и заставлять человека подписывать договор и продолжать с ним. Дякую. Так. Не-не, я тут про вас. Так, детячий 395 до двух метров 600 гривен, 1200 детячий 635. Вот это цены стандартной трубы. Видите, наказываю. Наказываю. То есть, получается, наказ это внутренний коммунального предприемства. Видите, да? Вот. не церковь, послуги, 50-е. Значит, так, згідно затверждено наказу ФУ. Так, наказываю. Так, теперь подписи нет здесь в наказе. Окей. Поехали дальше. Следующий у нас идет труны. Ага, у нас здесь получается похование, да? выголота и внутрь, ага ищем похование так, труна, труна труна, труна, труна доставка замовника до 20 это неинтересно это тоже неинтересно послуги на Даня послуги на Даня так, ручным способом послуга поховальная бригада послуга поховальная 6 человек 4 человека выготовление монтаж, демонтаж прибирание могилы после похования прибирание я что-то не вижу это прокат траурной подушки это что значит траурной подушки? это как? прокат траурной подушки господи, где у нас греет прокат траурной повязки и оптель-моптель ого, вот это интересные две вещи ну ладно так, автокафалк я ищу вот эти ж послуги по яме где? покажите мне а то я вижу труны, труны а послуги по яме не могу найти ага, так механичным способом 1600 гривен видите, да? а что такое грунт 1, грунт 2 чем это отличается? а взынку, да? это отличается у нас на новой лиле ага, понял все, поэтому разница в 160 гривен потому что разный грунт так, ручным способом 2,783 ого, по механичным дешевле так, ручным способом так, а покажите мне где здесь 300 гривен на которых можно ориентироваться ну, плюс-минус 440 я пока не вижу ту цифру маленькую а, то есть у вас в прайсе нет самокопа вообще, да? у нас вообще нету самокопа ага, все, услышал все, получается все, получается ситуация в следующем значит, есть все, услышал вы на меня не злитесь не, ну, может, злитесь не, не вы, а коммунальное предприятие это немножко другое вы-то выполняете приказ я уже привык к комментариям так, ситуация в следующем официального прайса нет в коммунальном то есть самокопа практически не существует ну, в данном коммунальном как другие копают самокопы ну, вы знаете кто ну, вы разговаривали с юристом ты здесь работала сколько времени ты не знаешь, как ямы оформляют ну, что ты сейчас прикидываешь-то ну, что это я прикидываюсь ну, ты работаешь вот какие у нас кто у нас оформляет самокопы ну, какие это вы придумали слово самокоп вы придумали частники самокопа потому что вы вручную копаете подхоронения то есть по факту если я приеду сейчас на кладбище и увижу там какого-то фопника попрошу у него документы он мне предоставит что он заплатил там эти 1700 гривен а не 300 рублей они подхоронения не платят оформление в виду 100 пропакований они платят 44 гривны но они предоставляют вот заявление ага, петхование все, я понял ага а вообще а вообще эти документы это у вас внутренний приказ правильно? это же наказ коммунального предприятия и цены, а цены кем были зарезервированы? мэрии? а, мэрии, правильно? ага все, все, услышал не, ну я понял вы человек, который просто принимает оформляет, я понял а что они имели ввиду по словам самокоп? а если вот у Юлии есть документ с Верховного Суда решения оно же у нас так если вот она вам показывает этот документ вы же имеете право принять этот документ? я имею право если надо мной есть начальство так это же суд это же вы знаете законы суд и начальство это две разные вещи так суд это считается первоочередным к исполнению ну я же просто ну я понял не, так а вы можете допустим копию сделать и пойти к директору сказать вот что мне делать? я директору не имею права давайте сказать не, ну а позвони спросить у него вот есть решение суда что мне делать? понял, так здесь люди пришли поэтому не мешаем так что мы делаем? следствие очевидно а это из новостей ребята да ну вот яясню все ждем следствие на кого на патрульную на патрульную патрульную себя вела вообще ужасно в край мы не сами зателефоновали мониторингу сами? серьезно? ты что зателефоновали или есть претензии к патрульной? а тебе зателефоновали? так вот есть претензии я ему сказал он говорит и что мне все равно что все извините извините выхожу так ну что знаете что вам сказать я реально заинтересовался этой темой ритуалкой надо будет ну Крапивницкий просто чисто случайно с нами связались и попросили показать как унизить это творится я никогда об этом не думал что творится в городе Киеве а теперь я на секундочку могу представить что творится в городе Киеве с 300 с 400 с 500 трупами то есть там наверное просто хавайся если здесь 10, 12, 15 трупов вот так вот вопрос то я представляю что там творится в коммунальном предприятии но не знаю сейчас дождемся следователей следователи приедут и мы тогда ну все выясним к сожалению я не узнал фамилию базарного юриста по другому никак не могу базарный юрист нормальный толковый юрист представился бы сказал бы ребят в рамках своих полноважений я готов надать вам информацию такую-то такую-то ну это бы нормальный юрист сказал нормальный такой знаете не базарный крапивницкий а человек который знает законы которого уважают адвоката услугами хотели бы пользоваться после этого а так дорогие мои крапивчане в эфире вы прекрасно увидели о том что данный сотрудник коммунального предприятия адвокат который представляет интересы это ноль ноль и ноль то есть человек с тремя нолями который абсолютно ничего не знает он просто знает гугл он знает каких-то там привет там судья привет то давай сделаем это ну короче знаете на этом уровне наверное как-то а еще нас хотели впаять нам принудило в коупо по-дамаске я даже попросил но сотрудники полиции решили этого не делать потому что после этого было бы жопа реально жопа и был бы скандал так все заканчиваем пока этот эфир обязательно встретимся в новом нашем эфире ритуалка теперь нам будет интересно а еще я вам расскажу тайну я жду звонка по киевской ритуалке когда есть такое понятие коммунальное захоронение когда едет фура длинномер с него течет весь гной вся вода с трупов она вытекает по фуре вытекает по колесам и он едет за ним ехать нереально он приезжает на северное кладбище и там засыпают трупы просто землей потом прибегают собаки разрывают это все и жрут там кости валяются там черепа это все на дальние части кладбища мне просто сказали что как только четко будем знать информацию когда едет машина и откуда будет ехать мы тебе звонок и ты падаешь на хвост и все видишь своими глазами естественно я эфир включать не буду потому что машина не доедет до северного кладбища поэтому я это сниму все на видео я сниму как они выбрасывают трупы как они бросают просто в землю какое отношение к мертвым не важно это труп опознанный либо не опознанный это был когда-то человек ну в общем поверьте то что я вам покажу вы будете в диком шоке и обязательно это сделаю все те кто хочет может продолжить дальше эфир у Пети с полицией со всеми делами я свой временно заканчиваю потому что в таком состоянии знаете полувозбужденно меня это раздражает когда так вот общаются люди до встречи что она не хочет Продолжение следует...